Глава вторая Среди поля на ветру, как пастушка своих овец, шерстистые серые спины, теснившихся друг подле друга домов, которые остатки средневекового вала опоясывали там и сям безукоризненной окружностью, словно какой-нибудь городок на примитиве. Для жизни в нем Камбре был несколько печален, как и его улицы, дома которых, построенные из черноватого местного камня с наружными ступеньками и остроконечными кровлями, бросавшими длинные тени перед собой, были достаточно темными, так что едва только начинало вечереть, как уже приходилось поднимать занавески в залах. Улицы с торжественными именами святых, немалое число которых связывалось с историей первых сеньоров Камбре. Улица Сент-Илер, улица Сент-Жак, на которой стоял дом моей тети, улица Сент-Гильгард, вдоль которой тянулась его ограда, и улица Сент-Эспри, на которую выходила маленькая боковая калитка его сада. Эти улицы Камбре существуют в таком отдаленном уголке моей памяти, окрашенном в цвета, столь отличные от цветов, одевающих теперь для меня мир, что поистине все они кажутся мне, вместе с церковью, которая господствовала над ними на площади, еще более нереальными, чем картины волшебного фонаря. И по временам у меня бывает такое чувство, что переход улицы Сент-Илер, наем комнаты на улице Птицы, в старой гостинице Подстреленной Птицы, из подвальных окон которой шел кухонный чад, и до сих пор еще временами поднимающийся во мне такой же горячей и неровной волной, были бы для меня соприкосновением с потусторонностью более чудесно сверхъестественным, чем знакомство с Гало или беседа с Женевьевой Брабанской. Кузина моего дедушки, моя двоюродная бабушка, у которой мы гостили, была матерью тети Леонии, после смерти своего мужа, дядя Октава, не пожелавший покидать сначала Камбре, затем свой дом в Камбре, затем свою комнату и, наконец, свою постель. Она больше не спускалась к нам и вечно лежала в неопределенном состоянии грусти, физической слабости, болезни, во власти навязчивых идей и религиозного ханжества. Занимаемые ею комнаты выходили окнами на улицу Сен-Жак, которая заканчивалась далеко на Большом Лугу, называвшемся так, в отличие от маленького луга, зеленевшего посреди города на перекрестке трех улиц. И однообразная, сероватая, с тремя высокими каменными ступеньками перед каждыми почти дверями, казалась похожей на ущелье, высеченное резчиком готических изображений прямо в каменной глыбе, из которой он пожелал изваять Ясли или Голгофу. Фактически, тетя занимала только две смежные комнаты, переходя после завтрака в гостиную, в то время как проветривали ее спальню. Это были те провинциальные комнаты, которые, вроде того, как в некоторых местностях целые участки воздуха или моря бывают озарены или напоены благоуханием мириадов микроскопических животных, для нас невидимых, пленяют нас тысячью запахов, выделяемых добродетелями, рассудительностью, привычками, всей сокровенной, невидимой, избыточной и глубоко нравственной жизнью, которую насыщен в них воздух. Запахов еще в достаточной степени природных, подернутых сероватой дымкой, как запахи соседней деревни, но уже жилых, человеческих и свойственных закрытым помещениям. Изысканное и искусно приготовленное прозрачное желе из всевозможных фруктов, перекочевавших из сада в шкаф. Запахов, меняющихся вместе со сменой времен года, но комнатных и домашних, в которых острый аромат белого желе смягчен духом горячего хлеба. Запахов праздных и пунктуальных, как деревенские часы, бесцельно блуждающих и строго упорядоченных, беспечных и предусмотрительных, запахов бельевых, утренних, богомольных, дышащих покоем, приносящим лишь умножение тоскливости и прозаичностью, являющейся неисчерпаемым кладезем поэзии для того, кто на время погружается в нее, но никогда в ней не жил. Воздух в этих комнатах был насыщен тонким ароматом такой вкусной, такой сочной тишины, что когда я попадал в них, у меня текли слюнки, особенно в первые еще холодные утро пасхальной недели, когда я острее ощущал его вследствие еще недолгого пребывания в Камбре. Прежде чем я входил к тете пожелать ей доброго утра, меня заставляли минуточку подождать в первой комнате, куда еще зимнее солнце забиралось нагреваться перед уже разведенным между двумя кирпичными стенками огнем, пропитывавшим всю комнату запахом сажи и вызывавшим представление о большом деревенском очаге или крытом камине в старом замке, подле которых так хочется, чтобы на дворе хлистал дождь, бушевала метель и даже разразился целый потоп, прибавляя к комнатному уюту поэзию зимы. Я прохаживался между скамеечкой для коленопреклонений и креслами, обитыми тесненным бархатом, на спинке которых были накинуты вязаные салфеточки, чтобы не пачкалась обивка. При этом огонь камина испекал, словно паштет, аппетитные запахи, которыми весь был насыщен воздух комнаты и которые уже подвергались брожению, и поднялись под действием свежести сырого и солнечного утра. Огонь слоил их, румянил, морщил, вздувал, изготовляя из них невидимый, но осязаемый необъятный деревенский слоеный пирог, в котором, едва отведав более хрустящих, более тонких, более прославленных, но и более сухих также ароматов буфетного шкафа, комода, обоев с разводами, я всегда с какой-то затаенной жадностью преподал к неописуемому смолистому, приторному, неотчетливому, фруктовому запаху, вытканного цветами, стеганного одеяла. Из соседней комнаты до меня доносился голос тети, которая тихонько разговаривала сама с собой. Она всегда говорила тихо, потому что ей казалось, будто в голове у нее что-то разбилось, болтается там и может сместиться, если она будет говорить слишком громко. Но в то же время она никогда долго не оставалась молча, даже будучи одна, так как считала, что разговор оказывает благотворное действие на грудь и что, препятствуя крови застаиваться там, он предотвращает припадки удушья и подавленности, которыми она страдала. Кроме того, живя в совершенном бездействии, она придавала необыкновенное значение малейшим своим ощущениям. Наделяя их подвижностью, делавшись затруднительным для нее таить их в себе, и за отсутствием собеседника, которому она могла бы их поверять, тетя докладывала о них самой себе в непрерывном монологе, являвшемся единственной формой ее активности. К несчастью, усвоив привычку мыслить вслух, она не всегда обращала внимание на то, нет ли кого в соседней комнате. И я часто слышал, как она говорила себе, «Мне нужно хорошенько запомнить, что я не спала». Ибо она всех уверяла, что совсем лишилась сна, и все мы в ее присутствии относились с уважением к этой ее мании, подбирая соответствующие выражения при разговоре с нею. Утром Франсуаза приходила не будить ее, но входила к ней. Когда тетя хотела вздремнуть днем, в доме говорили, что она хочет поразмышлять или отдохнуть. Когда же ей случалось забыться в разговоре с кем-нибудь и сказать «меня разбудила» или «мне снилось что», она окраснела и поспешно поправлялась. Через несколько мгновений я входил поцеловать ее. Франсуаза заваривала ей чай, или же если тетя чувствовала себя возбужденной, она просила сделать ей вместо чая липовую настойку. И тогда мне поручалось отсыпать из аптекарьского кулечка в тарелку необходимое количество липового цвета, который нужно было затем заварить в кипятке. Засохшие стебельки переплетались в прихотливом узоре, в просветы которого глядели бледные цветочки, как если бы их разместил, расположил в самом живописном порядке искусный художник. Листочки, потеряв или изменив свою форму, имели вид самых несообразных вещей. Прозрачного крыла мухи, белой оборотной стороны ярлычка, лепестка розы, и были перемешаны, перепутаны и поломаны, как те крошечные предметы, из которых птицы вьют гнезда. Тысяча мелких бесполезных подробностей, милая расточительность аптекаря, которые были бы устранены при искусственном приготовлении, доставляли мне, подобно книге, в которой так приятно бывает встретить фамилию знакомого лица, удовольствие воображать, будто это были цветочки настоящих лип, вроде тех, что я видел на вокзальном бульваре. Измененные, правда, но измененные именно потому, что они не были искусственной имитацией. Но теми же самыми липовыми цветочками, только состарившимися. И так как каждый новый признак в них был лишь претерпевшим метаморфозу прежним признаком, то в маленьких серых шариках я узнавал нераспустившиеся бутоны. Но в особенности розовый, лунный и мягкий отблеск, выделявший цветочки в хрупкой чаще стебельков, где они были подвешены словно маленькие золотистые розы, знак, который подобно блеску, до сих пор указывающему на стене место стершейся фрески, отмечает различие между частями дерева, находившимися в цвету, и остальными его частями, свидетельствовал мне, что эти самые лепестки, наверное, напаяли благоуханием весеннего вечера, перед тем, как зацвести в аптекарском кулечке. Розовое пламя церковной свечи – это и была их окраска, но полуугасшая и уснувшая, свойственная их теперешней притушенной жизни, являвшейся как бы сумерками цветов. Вскоре тетя могла намочить в кипящем настое, вкус которого, отдававший палым листом и увядшим цветком так ей нравился, маленькую мадлену, и угощала меня кусочком ее, когда пирожное достаточно размокало. По одну сторону ее кровати стояли большой желтый комод лимонного дерева и стол, служивший одновременно домашней аптечкой и алтарем, где подле статуэтки Богоматери и бутылки Витцы лежали молитвенники и рецепты лекарств. Все необходимое для того, чтобы, не вставая с постели, следить за церковными службами и соблюдать предписанный врачами режим, для того, чтобы не пропускать часа приема пепсина и часа вечерни. По другую сторону кровати было окно, так что ей постоянно видна была улица, и она читала на ней с утра до вечера, чтобы не было скучно, на манер персидских принцев, каждодневную, но незапамятную хронику Камбре, которую обсуждала потом с Франсуазой. Не успевал я пробыть с тетей пяти минут, как она отсылала меня, боясь, что я ее утомлю. Она подставляла под мои губы свой унылый лоб, бледный и увядший, на который в этот утренний час еще не были начесаны ее накладные волосы, и сквозь которые, словно шипы тернового венца или зернышки четок, просвечивали кости. Тетя при этом говорила мне, «Ну, бедный мой мальчик, ступай, приготовься к мессе, и если внизу ты встретишь Франсуазу, скажи ей, чтобы она не очень долго развлекалась с вами и поскорее поднималась ко мне посмотреть, не нужно ли мне чего-нибудь». Франсуаза, уже много лет служившая у нее и не подозревавшая тогда, что скоро совсем перейдет на службу к нам, действительно немножко пренебрегала тетей в те месяцы, когда мы гостили у наших родственников. В детстве, еще до того, как мы стали ездить в Камбре, и тетя Леония проводила зиму в Париже у своей матери, я помню время, когда я так мало знал Франсуазу, что в Новый год, перед тем, как войти к моей двоюродной бабушке, мама совала мне в руки пятифранковую монету и говорила мне, «Следи внимательно, чтобы не ошибиться. Прежде чем давать, подожди, пока я скажу «Здравствуй, Франсуаза». При этом я легонько прикоснусь к твоему плечу». Едва только мы вступали в темную переднюю тетиной квартиры, как тотчас замечали в полумраке, под оборочкой ослепительного, туго накрахмаленного и хрупкого, как если бы он был сделан из леденца, чепчика, концентрические струйки улыбки, уже заранее выражавшей благодарность. Это была Франсуаза, неподвижно стоявшая в рамке маленькой двери в коридор, словно статуя святой в нише. Когда мы немного свыкались с этим полумраком часовни, то различали на лице ее бескорыстную любовь к человечеству и проникнутую умилением почтительность к высшим классам, которую возбуждало в лучших областях ее сердца надежда на получение новогоднего подарка. Мама больно щипала меня за руку и громко говорила «Здравствуй, Франсуаза!». При этом знаки, пальцы мои разжимались, и я выпускал монету, которую принимала робко протянутая рука. Но с тех пор, как мы стали ездить в Камбре, я никого не знал лучше, чем Франсуазу. Мы были ее любимцами, она чувствовала к нам, по крайней мере в течение первых лет, наряду с таким же уважением, как и к тете, какую-то особенно живую склонность, потому что с честью принадлежать к числу членов семьи, к невидимым узам, которые завязывают между членами семьи обращение в них одной и той же крови, она относилась с таким же почтением, как греческие трагические поэты. У нас соединялось еще то обаяние, что мы не были ее постоянными господами. Поэтому в день нашего приезда, накануне Пасхи, когда часто дул ледяной ветер, она встречала нас с самой неподдельной радостью, выражая сожаление, что еще не наступила хорошая погода, между тем, как мама расспрашивала ее об ее дочери и племянниках, о том, хорошо ли ведет себя ее внук, что собираются с ним делать, и будет ли он похож на свою бабушку. А когда они оставались вдвоем в комнате, мама, знавшая, что Франсуаза все еще оплакивает своих давно уже умерших родителей, заговаривала с ней о них, с теплым участием осведомляясь о разных мелких подробностях их жизни. Она догадывалась, что Франсуаза не любит своего зятя и что он портит ей удовольствие, получаемое ею от посещения своей дочери, так как в его присутствии обе женщины не могли разговаривать так свободно, как им хотелось бы. Поэтому, когда Франсуаза отправлялась в гости к дочери в деревню за несколько льет камбре, мама с улыбкой говорила ей, «Не правда ли, Франсуаза, если Жульену придется отлучиться и вы останетесь с Маргаритой одни весь день, вы будете огорчены, но покоритесь печальной необходимости». И Франсуаза со смехом отвечала, «Барыня все знает, барыня видит насквозь, как икс лучи». Она произносила икс сделанным затруднением и улыбкой, словно подтрунивая над тем, что такая невежественная женщина решается употреблять в разговоре ученые термины, которые приносили сюда для госпожи октав и которые видят все, что делается в вашем сердце. И исчезала, смущенная тем, что к ее личной жизни был проявлен такой интерес, а может быть боясь, чтобы ее не увидели плачущей. Мама была первым человеком, доставлявшим ей сладкое волнение чувствовать, что ее скромная жизнь с ее крестьянскими радостями и горестями может представлять какой-нибудь интерес, может доставлять удовольствие или огорчение кому-нибудь другому, помимо нее самой. Тетя примирялась с необходимостью до некоторой степени обходиться без Франсуазы во время нашего пребывания в Камбре. Зная, как высоко ценила мама услуги этой смышленой и расторопной женщины, которая была одинаково хороша и в пять часов утра у себя в кухне, в своем чепчике, чьи ослепительно белые и туго накрахмаленные складки казались фарфоровыми, и в то время, когда наряжалась, чтобы идти в церковь. Которая все делала мастерски, работая как лошадь и не обращая внимания на состояние своего здоровья, но делала без шума, производя такое впечатление, точно она ничего не делает. Единственная из тетиных служанок, которая, когда мама просила горячей воды или черный кофе, приносила их действительно горячими, как кипяток. Она принадлежала к числу тех слуг, которые с первого взгляда производят весьма неприятное впечатление на пришедшего в дом постороннего человека, может быть от того, что они нисколько не стараются понравиться ему и не проявляют по отношению к нему никакой предупредительности, отлично зная, что они в нем вовсе не нуждаются и что скорее наступит то время, когда его перестанут принимать в доме, чем согласятся отпустить их. Но которыми зато больше всего дорожат хозяева, когда познакомятся с их действительными дарованиями, так что они нисколько не заботятся о внешней приятности и об угодливой речи, обо всем том, что производит такое благоприятное впечатление на посетителя, но часто прикрывает собою полнейшее ничтожество. Когда Франсуаза, присмотрев за тем, чтобы у моих родителей было все необходимое, в первый раз поднималась наверх дать тете пепсин и спросить у нее, что она будет кушать за завтраком, то редко бывало, чтобы тетя не предложила ей высказать свое мнение или дать объяснение по поводу какого-нибудь важного события. Можете себе представить, Франсуаза, госпожа Тупиль больше, чем на четверть часа запоздала, отправляясь за своей сестрой. Стоит ей немного задержаться в пути, и меня не удивит, если она не поспеет к возношению даров. Да, в этом не будет ничего удивительного, отвечала Франсуаза. Франсуаза, если бы вы пришли пятью минутами раньше, то увидели бы, как проходила мимо госпожа Эмбер со спаржей в два раза более крупной, чем спаржа тетушки Калло. Постарайтесь узнать от ее кухарки, где она достает такую. Ведь в этом году вы подаете нам спаржу под всевозможными соусами, так что могли бы позаботиться достать что-нибудь в этом роде для наших гостей. Я бы ничуть не удивилась, если бы узнала, что это спаржа с огорода господина Кюре, говорила Франсуаза. Ах, что вы говорите, бедная моя Франсуаза, отвечала тетя, пожимая плечами, с огорода Кюре. Вы ведь отлично знаете, что ему удается выращивать только ничего не стоящую, жиденькую спаржу. А спаржа, которую несла госпожа Эмбер, была толщиной в руку. Ну, понятно, не в вашу руку, но в мою бедную руку, которая стала еще тоньше за этот год. Франсуаза, вы не слышали этого трезвона, от которого у меня голова трещит? Нет, госпожа Октав. Ах, бедная девушка, крепкий же у вас череп. Вы должны благодарить Бога, что он вам дал такой. Только что Маглон заходила за доктором Пепро. Он вышел вместе с нею, и они отправились по улице Птицы. Наверное, там заболел кто-нибудь из детей. Ах, бедняжка, вздыхала Франсуаза, которая не могла слышать ни о каком несчастье, приключившемся с незнакомыми ей лицами, даже в самой отдаленной части света, без того, чтобы не поохать. Франсуаза, по ком это звонил только что за упокойный колокол? Ах, боже мой, да, конечно же, по госпоже Руссо. Подумать только, я чуть было не забыла, что она умерла прошлой ночью. Да, пора уже, чтобы и меня Господь призвал к себе. Не знаю, что приключилось с моей головой после смерти моего бедного Октава. Но я заставляю вас терять понапрасну время, голубка. Да нет же, госпожа Октав, мое время вовсе не так драгоценно. За время мы не платим денег создателю. Пойду только посмотрю, не погасла ли моя плита. Так, Франсуаза и тетя оценивали совместно во время этой утренней беседы первые события дня. Но иногда эти события приобретали такой таинственный и тревожный характер, что тетя не в силах была дожидаться момента, когда Франсуаза поднимется к ней, и в таких случаях оглушительный четырехкратный звон ее колокольчика раздавался по всему дому. Но ведь госпожа Октав, еще не пришло время принимать пипсин, говорила Франсуаза. Или вы почувствовали слабость? «Нет, благодарю вас, Франсуаза», отвечала ей тетя. «То есть, конечно, да. Вы ведь знаете, что теперь редко бывают минуты, когда я не чувствую слабости. Когда-нибудь я отправлюсь на тот свет, подобно госпоже Руссо, прежде чем успею опомниться. Но не по этому поводу я звонила. Поверите ли, я только что видела, как вижу сейчас вас, госпожу Гупиль с девочкой, которой я совсем не знаю. Ступайте поскорее, купите на пятачок соли у Камю. Не может быть, чтобы Теодор не знал, кто она такая. «Но ведь это, наверное, дочка господина Пюпена», говорила Франсуаза, предпочитая дать объяснение непосредственно, так как сегодня она уже два раза ходила в лавочку Камю. «Дочка господина Пюпена? Что вы говорите, моя бедная Франсуаза? Неужели вы думаете, что я бы не узнала ее?» «Но я думаю совсем не о взрослой дочери госпожа Актав. Я думаю о девочке, которая учится в пансионе в Жуи. Мне кажется, что я уже видела ее сегодня утром». «Ну разве что так?» говорила тетя. «Значит, она приехала домой на праздники?» «Да, конечно. Не стоит и расспрашивать, нужно было ожидать, что она приедет домой на праздники». «Но в таком случае мы должны скоро увидеть, как госпожа Сазра будет звониться у двери своей сестры, направляясь к ней завтракать. Непременно». Я видела, как проходил мимо мальчик от Галлопена с тортом. «Вот увидите, торт предназначался для госпожи Гупиль». «Но если у госпожи Гупиль есть гости, госпожа Октав, то скоро вы увидите, все ее знакомые пойдут к ней завтракать, потому что сейчас совсем не так рано», следовал ответ Франсуазы, которая, торопясь спуститься в кухню и, в свою очередь, заняться приготовлением завтрака, была довольна, что тете предстоит такое развлечение. «О, не раньше полудня», отвечала тетя покорным тоном, с беспокойством, но, украткой поглядывая на часы, чтобы не выдать, какое живое удовольствие она, отказавшаяся от всех земных радостей, все же находит в том, чтобы узнать, кого пригласила госпожа Гупиль к завтраку, хотя, к несчастью, ей придется ожидать занятного зрелища еще больше часу. «И вдобавок, оно будет происходить как раз во время моего завтрака», прибавила она в полголоса, обращаясь к себе самой. «Ее собственный завтрак был для нее достаточным развлечением, так что она вовсе не хотела, чтобы с ним совпало еще и другое развлечение. Вы, по крайней мере, не забудете подать мне мою яичницу на молоке в одной из мелких тарелок». Эти тарелки были расписаны картинками, и тетя очень любила за каждой едой читать надпись на поданной ей тарелке. Она надевала очки и разбирала «Али-баба и сорок воров», «Алладин или чудесная лампа», и с улыбкой приговаривала «Прекрасно, прекрасно». «Так я могу сходить к камю», отваживалась заметить Франсуаза, видя, что тетя не собирается больше посылать ее туда. «Нет, нет, не стоит. Это, наверное, мадемуазель Пюпен. Бедная Франсуаза, мне очень жаль, что я заставила вас подняться из-за пустяков». Но тетя отлично знала, что вовсе не из-за пустяков она вызывала к себе Франсуазу, потому что в Камбре лицо, которого никто не знал, было таким же невероятным существом или какое-нибудь мифологическое божество. И в самом деле жители Камбре не помнили случая, чтобы тщательная и исчерпывающая разведка после каждого такого ошеломляющего появления неизвестного лица на улице Сент-Эспри или городской площади не кончалось неизменно сведением баснословного чудища к размерам лица, которое знали либо конкретно, либо отвлеченно. Знали, что оно занимает такое-то общественное положение, знали, что оно находится в такой-то степени родства с какой-нибудь семьей, живущей в городе Камбре. Оно оказывалось сыном госпожи Сотон, отбывшим воинскую повинность, племянницей аббата Пердро, вышедшей из монастыря, братом Кюре, сборщиком податей в Шатодене, только что ушедшим в отставку или приехавшим в Камбре на праздники. Когда местные жители впервые видели их, они бывали взволнованы мыслью, что в Камбре есть люди, которых они совсем не знали, но это объяснялось просто тем, что они их сразу не узнали. А между тем, еще задолго до их появления, госпожа Сотон и Кюре предупреждали, что ожидают гостей. Вечером, по возвращении из прогулки, я поднимался обыкновенно к тете рассказывать ей, кого мы видели. Если я имел при этом неосторожность сообщить ей, что около старого моста мы встретили человека, которого мой дедушка не знал, то она восклицала «Человек, которого дедушка совсем не знал? Так я тебе и поверила». Все же она бывала несколько взволнована этим известием и для успокоения приглашала к себе дедушку. «С кем это вы встретились подле старого моста, дядя? Что это за человек, которого вы совсем не знаете?» «Ну да», отвечал дедушка, «Это был Проспер, брат садовника госпожи Буйбев». «Ах, вот оно что!» говорила тетя успокоившись, но еще немного раскрасневшаяся, пожимая плечами, она прибавляла с иронической улыбкой. «А он сказал мне, будто вы встретили человека, которого вы совсем не знаете?» «И мне приказывали быть в другой раз осторожнее и не волновать больше тетю подобными необдуманными словами. Все живые существа в камбре, животные и люди были так хорошо известны всем, что если моей тете случалось увидеть на улице собаку, которой она не знала, то она непременно думала о ней и посвящала уяснению этого непонятного факта все свое свободное время и все свои логические таланты. «Это должно быть собака госпожи Сазра», высказывала предположение Франсуаза без большого убеждения в правильности своих слов, но в целях успокоения тети, чтобы та перестала ломать себе голову. «Как будто бы я не знаю собаки госпожи Сазра», отвечала тетя. Критический ум не позволял ей так легко допустить существование какого-нибудь факта. «Но в таком случае это новая собака, которую господин Галапен привез из Лизье». «Разве что так?» Она по-видимому очень ласковая, добавляла Франсуаза, получившая эти сведения от Теодора. «Сообразительная как человек, всегда добродушная, всегда приветливая, всегда вежливая». Редко можно видеть животное, которое уже в таком возрасте было бы так благовоспитано. «Госпожа Октав, я должна покинуть вас, мне некогда развлекаться, уже скоро десять часов, а моя плита еще не затоплена, и мне нужно еще почистить спаржу». «Как, Франсуаза, опять спаржа? Но вы прямо-таки больны пристрастием к спарже в этом году. Вы вызовете отвращение к ней у наших парижан». «Нет, госпожа Октав, они очень любят спаржу». «Когда они возвратятся из церкви, у них будет волчий аппетит, и вы увидите, они скушают ее за мое почтение». «Да, они уже должно быть в церкви, вам нельзя терять понапрасну время, ступайте готовить ваш завтрак». «В то время, как тетя болтала таким образом с Франсуазой, я бывал со своими родными в церкви, как я любил ее, как ясно я вижу ее и до сих пор нашу церковь. Ее ветхая паперть, через которую мы входили, черная, изрытая как решето, была деформирована и сильно углублена по сторонам, так же, как и чаша со святой водой, которая она нас приводила. как как если легкое прикосновение одежды крестьянок, входящих в церковь, и их робких пальцев, погружаемых в святую воду, могло благодаря многовековому повторению приобрести разрушительную силу, могло продавить камень, высечь в нем борозды вроде тех, что высекаются в каменных столбах у ворот колесами телег, ежедневно задевающими за них. Ее надгробные плиты, под которыми благородный прах похороненных здесь камбрейских аббатов образовывал как бы духовный помост для хора, сами не были больше костной и грубой материи, ибо время размягчило и растопило их словно мед, так что они потекли за пределы своих четырехугольных очертаний в одних местах светлой волной переливаясь через края, увлекая с собой какую-нибудь разукрашенную цветами заглавную готическую букву и затопляя белые фиалки мраморного пола, в других же напротив втягиваясь внутрь и еще более сокращая эллиптическую латинскую надпись, делая еще более капризным расположение этих укороченных литер, сближая две буквы какого-нибудь слова и в то же время чрезмерно раздвигая остальные. Ее расписные окна никогда так хорошо не играли как в те дни, когда солнце мало показывалось, так что если на дворе было пасмурно, вы могли быть уверены, что в церкви хорошая погода. Одно из этих окон сверху донизу было заполнено единственной фигурой, похожей на карточного короля, который жил там наверху под каменным балдахином между небом и землей. И в голубоватом свете падавшего из него косого луча, иногда в будни, в полдень, когда в церкви не бывало службы, в одну из тех редких минут, когда проветренная пустая церковь, ставшая как-то более земной и более пышной, пронизанная солнечными лучами, игравшими на ее богатом убранстве, имела вид почти обитаемый, подобно залу с каменной скульптурой и расписными окнами какого-нибудь особняка в средневековом стиле. Можно было видеть госпожу Сазра, на мгновение преклонявшую колени и клавшую на соседнюю скамейку изящно перевязанную коробку с пирожными, которую она только что купила в кондитерской напротив и несла домой к завтраку. В другом окне гора из розового снега, у подошвы которой разыгрывалось сражение, казалось, заморозило самые оконные стекла, покоробленные бесформенными бугорками, словно лед на замерзших окнах. Но лед, освещенный лучами какой-то нездешней зари, то и самое несомненно, что обогряло запрестольный алтарный образ такими свежими тонами, что они, казалось, скорее были на мгновение положены на него проникшим извне световым лучом, готовым вскоре погаснуть, чем красками, навсегда прикрепленными к камню. И все они были такие древние, что там и сям можно было видеть их серебряную ветхость, сверкавшую сквозь пыль веков и показывавшую блестящую и в конец изношенную основу их нежного стеклянного узора. В числе этих расписных окон было одно, вся площадь которого была разделена на сотню маленьких прямоугольных окошечек с преобладанием в них голубого цвета, словно колода карт, разложенная в замысловатом пассиансе, вроде тех, которыми, как предполагают, развлекался король Карл VI. Но оттого ли, что на нем играл солнечный луч, оттого ли, что вслед за движением моего взгляда по витражу на нем перемещался, то вспыхивая, то вновь погасая причудливый пожар, спустя мгновение окно это горело переливчатым блеском распущенного павлиньего хвоста, затем трепетало и волновалось огненным фантастическим ливнем, низвергавшимся с высоты мрачных каменных сводов по влажным стенам. Как если бы я сопровождал моих родных, шедших передо мной с молитвенником в руках, в глубину отливавшего радужными цветами сталактитового грота. Еще через мгновение маленькие прямоугольные витражи приобретали глубокую прозрачность, несокрушимую прочность сапфиров, уложенных друг подле друга на каком-то огромном наперстном кресте. Но за ними, однако, чувствовалась еще более драгоценная, чем все эти сокровища, мимолетная улыбка солнца. Ее также хорошо можно было различить в голубоватой мягкой волне, которую оно омывало каменные стены, как и на уличной мостовой или на соломе рыночной площади. И даже в первое воскресенье после нашего приезда на пасхальные каникулы, когда земля была еще голой и черной, оно утешало меня, расцвечивая, как в стародавние весны времен преемников Людовика Святого, ослепительный золотистый ковер церковных окон стеклянными незабудками. Два гобелена представляли коронование Эсфири. Предание пожелало предать Артаксерксу черты одного французского короля и Эсфири черты одной принцессы Германта, в которую король был влюблен. От времени краски их расплылись, что предало фигурам большую выразительность, большую рельефность, большую яркость. Розовая краска на губах Эсфири выступила за их контур, желтая краска ее платья была положена так густо и так обильно, что платье приобрело как бы вещественность и резко выделялось на потускневшем воздушном фоне. А зелень с деревьев, оставшаяся еще яркой в нижних частях, вытканного шелком и шерстью панно, но выцветшая сверху, обрисовывала в более бледных тонах, над темными стволами верхние желтоватые ветви, как бы тронутые загаром и наполовину стершиеся под действием палящих, хотя и косых лучей невидимого солнца. Все это и в еще больше степени драгоценные предметы, перешедшие в церковь от лиц, которые были для меня почти легендарными, золотой крест, работы, как говорили святого Элуа, принесенный в дар догобером, гробница сыновей Людовика Немецкого из порфира с фенифтинами украшениями, вследствие чего я вступал в церковь, когда мы направлялись к нашим скамьям, словно в долину, посещаемую феями, где крестьянин с изумлением замечает на скале, на дереве, на болоте осязаемый след их сверхъестественного пребывания. Все это делало для меня церковь чем-то совершенно отличным от остального города, зданием, помещавшимся, если можно так сказать, в пространстве четырех измерений. Четвертым измерением являлось для него время, зданием, продвигавшим в течение столетий свой корабль, который от пролета к пролету, от предела к пределу, казалось, побеждал и преодолевал не просто несколько метров площади, но ряд последовательных эпох, и победоносно выходил из них. Зданием, прятавшим грубый и суровый одиннадцатый век в толще церковных стен, из которых он проступал со своими тяжелыми сводами, закрытыми и замурованными массивными глыбами бутового камня, только подли паперти, где в одной из стен лестница на колокольню пробуравила глубокую выемку. Но даже и там он был замаскирован грациозными готическими аркадами, кокетливо жавшимися перед ним, как старшие сестры с приветливыми улыбками становятся перед неотесанным, неуклюжим и плохо одетым младшим братом, чтобы скрыть его от взоров посторонних. Зданием, вздымавшим в небо над площадью свою башню, смотревшую на Людовика Святого и, казалось, еще и до сих пор видевшую его. Зданием, погружавшимся со своим склепом в тьму мировингской ночи, в которой ощупью ведя нас под мрачным сводом в мощных нервюрах, словно гигантское крыло каменной летучей мыши, Теодор или сестра его освещали нам свечкой гробницу внучки Зигебера, на крышке которой видна была глубокая ямка, словно след ископаемого, прорытая по преданию хрустальной лампадой, которая в ночь убийства франкской принцессы сама собой отделилась от золотых цепочек, на которых была подвешена в том месте, где сейчас находится апсида, и погрузилась в камень, мягко подавшийся под нею, причем ни хрусталь не разбился, ни огонь не погас. Что же сказать об апсиде камбрейской церкви? Она была крайне неуклюжа и лишена художественной красоты и даже религиозного порыва, так как перекресток, на который она выходила, был расположен на относительно более низком уровне, то снаружи ее громоздкая стена опиралась на фундамент из неотесанного камня с торчащими концами, не заключая в себе ничего специфически церковного. Казалось, что окна в ней пробиты чересчур высоко, так что в целом она производила впечатление скорее тюремной стены, чем стены церковной. И действительно, впоследствии, когда я припоминал все славные апсиды, виденные мною, мне никогда бы не пришло в голову сопоставить с ними апсиду камбрейской церкви. Но однажды, с поворота улицы одного провинциального городка, я заметил выходившую на три скрещивавшихся переулка высокую ветхую стену с пробитыми в ней наверху окнами, такую же ассиметричную с виду, как и камбрейская апсида. И в тот момент я не спросил себя, как делал это в Шартре или в Реймсе, насколько ярко было в ней выражено религиозное чувство, а только невольно воскликнул «Церковь». Церковь такая родная и близкая. На улице Сент-Илер, куда выходила ее северная дверь, непосредственно примыкавшая к двум своим соседям, аптеке господина Рапена и дому госпожи Луазо, так что между ними не оставалось вовсе свободного пространства, простая обывательница камбре, которая могла бы иметь свой номер на улице, если бы вообще дома на улицах камбре имели номера, и перед дверью которой, казалось, должен был останавливаться почтальон во время своего утреннего разноса писем, выйдя от господина Рапена и направляясь к госпоже Луазо, и все же между нею и остальным камбре проходила грань, которую уму моему никогда не удавалось преодолеть. Напрасно окно госпожи Луазо было уставлено фуксиями, усвоившими дурную привычку всегда раскидывать по всем направлениям свои склоненные к низу ветви, цветы которых, когда они делались достаточно взрослыми, первым долгом торопливо стремились освежить свои фиолетовые полнокровные щеки о темный фасад церкви. Фуксия от этого не становились для меня священными. Пусть глаза мои не воспринимали промежутка между цветами и почерневшим камнем, которому они прислонялись. Ум мой сохранял между ними пропасть. Колокольню Сент-Илер можно было различить и узнать совсем издали. Ее незабываемый силуэт обрисовывался на горизонте в то время, когда Камбре еще не был виден. Заметив из поезда, мчавшего нас на пасхальной неделе из Парижа в Камбре, как она скользит по складочкам горизонта, поворачивая во всех направлениях увенчивавшего ее железного петушка, отец говорил нам «Складывайте скорее вещи, приехали». И на пути одной из самых дальних прогулок, совершавшихся нами в Камбре, было место, где, стесненная холмами, дорога вдруг выходила на широкую равнину, замкнутую на горизонте изрезанным просеками лесом, над которым возвышался один только острый шпиль колокольни Сент-Илер. Такой тоненький, такой розовый, что казался лишь легким штрихом, едва оттиснутым в небе ногтем безвестного художника, пожелавшего придать этому пейзажу, этому чистому куску природы маленькую черточку искусства, единственный намек на присутствие человека. По мере того, как мы приближались и могли различить остатки четырехугольной полуразрушенной башни, которая еще стояла рядом с колокольней, но была значительно ниже ее, я больше всего бывал поражен красноватым и мрачным тоном камня. И туманным осенним утром руина, возвышавшаяся над сизолиловыми, цвета грозовой тучи виноградниками, казалось пурпурной, совсем почти как лоза дикого винограда. Часто на площади, когда мы возвращались домой, бабушка останавливала меня и предлагала посмотреть на колокольню. Из окон своей башни, проделанных по два, одна пара над другою, с соблюдением той правильной и своеобразной пропорции в расстояниях, которая сообщает красоту и достоинство не только человеческим лицам, она выпускала, выбрасывала через одинаковые промежутки времени стаи воронов, которые в течение нескольких мгновений с карканьем кружились над нею, как если бы старые камни, позволявшие им резвиться и словно не замечавшие их, стали вдруг необитаемыми, стали излучать из себя что-то бесконечно тревожное, поразившее птиц и их спугнувшее. Затем, избороздив во всех направлениях фиолетовый бархат вечернего воздуха, внезапно успокоившиеся птицы возвращались и поглощались башней, из зловещей вновь превратившейся в благожелательную, причем некоторые из них садились там и сям, с виду неподвижные, но хватая вероятно пролетающих мимо насекомых на верхушках остроконечных зубцов, словно чайки с неподвижностью рыбаков, замирающие на гребнях волн. Сама не зная хорошенько почему, бабушка находила в колокольне Сент-Эллер то отсутствие вульгарности, претенциозности и мелкости, которая побуждала ее любить и верить в огромную благодетельность их влияния и природу, когда рука человеческая не умоляла ее, как делал это садовник моей двоюродной бабушки и произведения великих художников. И точно каждая часть церкви, доступная взору наблюдателя, отличала ее от любого другого здания своего рода мыслью, которой она была проникнута. Но если мысль эта была разлита по всем ее частям, то в колокольне она как бы достигала самосознания, утверждала некоторое индивидуальное и ответственное за себя бытие. Именно колокольня говорила от лица церкви. Я очень склонен думать, что бабушка смутно находила в Камбрейской колокольне то, что было для нее наиболее ценно в мире естественность и благородство. Будучи несведущей в архитектуре, она говорила «Дорогие мои, вы можете смеяться надо мной, если вам угодно. Она, может быть, не отличается безупречной красотой, но ее причудливое старое лицо мне нравится. Если бы она играла на рояле, то я уверена, игра ее не была бы сухая». И смотря на нее, следуя глазами за мягкой напряженностью ее очертаний, за пламенной склоненностью ее каменных скатов, которые, поднимаясь кверху, сближались словно руки, сложенные для молитвы, бабушка до такой степени сливалась с устремленностью шпиля, что взгляд ее, казалось, возносился вместе с ним. И в то же время она дружелюбно улыбалась старым изношенным камням, у которых закатное солнце освещало теперь только остроконечные зубцы подле крыши, и которые с момента вступления в эту залитую солнцем зону, смягченные светом, казалось, вздымались вдруг еще выше, улетали куда-то вдаль, словно ноты, взятые фальцетом на октаву выше. Колокольня Сент-Илер давала лицо увенчание и освещение каждому занятию, каждому часу дня, каждому городскому виду. Из моей комнаты я мог различить только ее основание, недавно перекрытое шифером. Но когда в жаркое летнее воскресное утро я видел, как эти шиферные плиты пылают словно черное солнце, я говорил себе, боже мой, девять часов, я должен собираться к поздней мессе, если хочу успеть поздороваться с тетей Леоней. И я с точностью знал, какова была окраска солнечного света на площади, отчетливо ощущал жару и пыль рынка, ясно представлял полумрак от спущенной шторы в магазине, пахнувшим небеленым холстом, куда мама зайдет, может быть, перед мессой купить какой-нибудь платочек, который с низким поклоном велит показать ей сам хозяин, уже совсем приготовившийся к закрытию и направлявшийся в заднюю комнату надеть свой воскресный сюртук и вымыть пахучим мылом руки, которые он имел обыкновение каждые пять минут, даже при самых мрачных обстоятельствах потирать одна другую с предприимчивым видом человека удачливого и себе на уме. Когда после мессы мы заходили на минутку к Теодору сказать ему, чтобы он принес кулич больших размеров, чем обыкновенно, так как мы ожидали к завтраку наших родственников, приезжавших из Тиберзи по случаю хорошей погоды, то колокольня, самая испеченная и подрумянинная словно большой кулич, с искрящейся коркой и клейкими капельками солнечного света, вонзала свой острый шпиль в голубое небо. А вечером, когда я возвращался с прогулки и думал о приближавшемся моменте прощания с мамой перед сном, после чего мне уже нельзя будет видеть ее, очертания колокольни были напротив такими мягкими и на фоне меркнувшего дня, что она казалась подушкой из коричневого бархата, положенной на бледное небо, погруженной в небо, которое подалось под ее давлением, слегка углубилась, чтобы дать ей место, и выступала по ее краям. И крики птиц, кружившихся над нею, казалось, делали еще более ощутимым ее спокойствия, еще выше возносили ее шпиль и сообщали ей нечто такое, чего словами не выразишь. Даже во время наших прогулок по местам, лежавшим за церковью, откуда ее не было видно, городской пейзаж всегда казался построенным в соотношении с колокольней, которая проглядывала то здесь, то там, и была, может быть, еще более волнующей, когда показывалась таким образом без церкви. Конечно, существует множество других колоколин, с виду более красивых, когда смотришь на них с подобных пунктов, и я храню в своей памяти виньетки колоколин, возвышающихся над крышами, которым присущ совсем другой художественный характер, чем перспектива печальных улиц камбре. Я никогда не забуду двух прелестных домов восемнадцатого века в любопытном нормандском городке невдалеке от Бальбека. Домов, во многих отношениях дорогих и памятных мне, между которыми, если смотреть на них с красивого сада, уступами спускающегося к реке, взлетает ввысь готический шпиль, спрятанный за ними церкви, как бы увенчивающий и завершающий их фасады, но состоящий из вещества столь отличного, столь драгоценного, столь хрупкого, столь розового, столь блестящего, что сразу видна его такая же непричастность к ним, как непричастна пурпурная и зазубренная стрелка веретенообразной и покрытой блестящей эмалью раковины к двум лежащим рядом красивым галькам. Между которыми она была найдена на морском берегу. Даже в Париже, в одном из самых невзрачных кварталов, я знаю окно, откуда виден где-то на третьем или даже на четвертом плане, за беспорядочно нагроможденными крышами нескольких улиц, фиолетовый колокол, иногда красноватый, а иногда также в самых тонких оттисках, какие дает от него атмосфера, черновато-пепельный, являющийся ничем иным, как куполом церкви Сент-Агюстен, и придающий этому парижскому виду характер некоторых римских видов пиранези. Но так как ни в одной из этих маленьких гравюр, с какой бы любовью я мысленно не воспроизводил их, память моя не могла вложить чувство, способность которому давно уже мной утрачена, и которая заставляет нас смотреть на предмет не как на зрелище, но верить в него как в существо, не имеющее себе равных, то ни одна из них не держит в зависимости от себя целого периода моей интимной жизни, как это делает воспоминания о разных видах колокольни в камбре, с улиц, расположенных позади церкви. Видели ли мы ее в пять часов, когда ходили за письмами на почту, на расстоянии нескольких домов от нас, налево, неожиданно вздымавшуюся одинокой вершиной над гребнем крыш, или же напротив, желая пойти узнать о здоровье госпожи Сазра, следили глазами за этим гребнем, понижавшимся по ту сторону удаленного от нас ее ската, зная, что нужно будет повернуть во вторую улицу за колокольней, либо отправляясь еще дальше, на вокзал, замечали ее в косом направлении, и она показывала нам в профиль новые грани и поверхности, точно какое-нибудь твердое тело, внезапно застегнутое в одном из неизвестных нам ранее аспектов во время обращения его вокруг своей оси. Либо, наконец, с берегов вивоны, когда апсида, мощно напрягшая свои мышцы и приподнятая перспективой, казалось, искрилась усилием, которое производила колокольня, чтобы швырнуть свой шпиль в самое сердце небо. Каждый раз неизменно приходилось возвращаться к колокольне, каждый раз она господствовала над всем, объединяя дома неожиданным остроконечным зубцом, поднятым передо мною словно палец Бога, тело которого могло быть скрыто в массе человеческих тел, и я все же благодаря этому пальцу не смешал бы его с ними. И сейчас еще, если в каком-нибудь большом провинциальном городе или в плохо знакомом мне парижском квартале прохожий, сообщая, как попасть в желательное для меня место, показывает мне вдали в качестве опорного пункта какую-нибудь колончу или монастырскую колокольню, поднимающую на углу улицы, на которую я должен повернуть остроконечную верхушку своей священнослужительской шапки, то достаточно моей памяти найти у нее самой смутное сходство с дорогими исчезнувшими очертаниями, и прохожий, если он вздумает обернуться, чтобы удостовериться, не сбился ли я с пути, может к удивлению своему заметить, что я, позабыв о предпринятой прогулке или о поручении, которое мне необходимо было выполнить, целыми часами остаюсь на том же месте, перед колокольней, неподвижной, пытаясь припомнить, чувствуя, как в самой глубине моего существа площади, залитые водами леты, постепенно высыхают, и на них вновь появляются постройки, и, несомненно, в тот момент, еще более иступленно, чем несколько времени тому назад, когда я просил показать мне дорогу, я продолжаю искать ее, я поворачиваю за угол, но все это путешествие я совершаю в моем сердце. Возвращаясь от Мессы, мы часто встречали господина Леграндена, которого удерживали обыкновенно в Париже его профессиональные занятия, он был инженер, так что, исключая святок, он мог приезжать к себе домой в Камбре, только на время от вечера субботы до утра понедельника. Он был одним из тех людей, которые, помимо ученой карьеры, делаемыми, впрочем, с блестящим успехом, обладают еще совсем иного рода культурой, литературной или художественной. Этой культуре не дает никакого применения профессиональная работа по их специальности, но они обнаруживают ее в своем разговоре. Более начитанные, чем многие литераторы, мы не знали в то время, что господин Легранден имел уже некоторое литературное имя, и были бы крайне изумлены, если бы до нас дошло, что какой-нибудь известный композитор написал музыку на его стихи. Одаренные большей легкостью руки, чем многие художники, они воображают, что жизнь, которую им приходится вести, не является жизнью, соответствующей их способностям, и вносят в свою профессиональную работу либо беззаботность, смешанную с прихотливостью, либо чрезмерно подчеркнутую старательность, презрительную, горькую и добросовестную. Высокий, прекрасно сложенный, с тонким задумчивым лицом и длинными светлыми усами, с разочарованными голубыми глазами, утонченно вежливый собеседник, какого мы никогда не слыхали, он был в глазах моей семьи, всегда оставивший его в пример, образцом настоящего джентльмена, относящегося к жизни как нельзя более благородно и деликатно. Бабушка упрекала его только в том, что он слишком уж хорошо говорил, почти как книга, и его речь была лишена той естественности, с какой он повязывал широким и небрежным бантом галстухи лавальер и носил прямой и короткий, почти как у школьника, пиджак. Она удивлялась также пламенным тирадом, которыми он часто разражался против аристократии, светской жизни и снобизма, несомненно являющегося тем грехом, что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит о грехе, который не получит прощения. Светское честолюбие было чувством, которое бабушка до такой степени была не способна испытать и даже понять, что ей казалось совершенно не стоящим делом вкладывать столько горячности в его осуждение. Кроме того, она не считала признаком очень хорошего вкуса то, что господин Легранден, сестра которого была замужем за одним нижненормандским дворянином, жившим невдалеке от Бальбека, так яростно набрасывался на знать и даже ставил в упрек великой революции, что она не гильотинировала всех ее представителей. «Здравствуйте, друзья», говорил он, идя нам навстречу, «Как вы счастливы, что можете жить здесь подолгу, а мне завтра нужно возвращаться в Париж, чтобы снова зарыться в свою конуру». О, продолжал он, с особенно ему свойственной мягко-иронической, разочарованной и рассеянной улыбкой, «Конечно, в моем доме есть куча бесполезных вещей, в ней недостает только необходимого, большого куска неба, как здесь». Старайтесь всегда сохранить кусок неба над вашей жизнью, мальчик, прибавлял он, обращаясь ко мне. «У вас красивая душа, редкого качества, артистическая натура, не лишайте же ее того, что ей необходимо». Когда по нашим возвращении тетя посылала спросить нас, действительно ли госпожа Гупиль опоздала к мессе, никто из нас не мог ей ответить. Зато мы увеличили ее тревогу, сообщив ей, что в церкви работает художник, снимает копию с витража Жильбера Дурнова. Франсуаза, тотчас же посланная к бокалейщику, вернулась ничего не узнав, благодаря отсутствию Теодора, которому его двойная профессия певчего, принимавшего участие в поддержании церковного благолепия и приказчика в бокалейной лавке, не только позволяла вступать в сношение с представителями всех общественных классов, но и давала энциклопедическую осведомленность. Ах, вздыхала тетя, поскорей бы наступил час, когда должна прийти Евлалия, она единственный человек, который в состоянии сказать мне это. Евлалия была деятельная и глухая хромоножка, удалившаяся на покой после смерти госпожи Делабреттонри, у которой она служила с самого детства. Она сняла комнату рядом с церковью, но дома почти не сидела и вечно находилась в церкви, то на службах, то молясь в одиночестве или помогая Теодору, когда службы не было. Остальное время она проводила в посещении больных, вроде тети Леонии, которой она докладывала все происходившее в церкви во время мессы или вечерни. Она не упускала случая увеличить случайными доходами скромную ренту, обеспеченную ей семьей прежних хозяев и время от времени приводила в порядок белье кюре или другой значительной особы из числа камбрейского духовенства. Сверх черного суконного плаща она носила маленький белый чепчик, почти как монахиня, и какая-то накожная болезнь окрашивала часть ее щек и ее крючковатый нос в ярко-розовые тона бальзамина. Ее посещения были большим развлечением в жизни тети Леонии, не принимавшей больше почти никого, за исключением господина Кюре. Тетя понемногу исключила из списка приглашаемых всех других лиц, так как все они были в ее глазах повинны в том, что принадлежали к одной из двух категорий людей, которых она не могла выносить. Люди первой категории, самые ужасные, от которых она отделялась в первую очередь, представляли собой субъектов, советовавших ей не обращать столько внимания на свое здоровье, и исповедовавших, пусть даже чисто отрицательно, выражая ей только в форме неодобрительного молчания или улыбок сомнения, пагубную доктрину, будто маленькая прогулка в солнечный день и хороший бифштекс с кровью принесут ей больше пользы, это ей-то, которая в течение 14 часов хранила в своем желудке два злосчастных глотка виши, чем все ее лекарства и ее постель. Другая категория состояла из лиц, делавших вид, будто считают, что тетя больна серьезнее, чем она думает, что она больна так серьезно, как она говорит. В результате лица, которым она после некоторого колебания и настойчивых уговоров Франсуазы позволяла подняться к себе и которые во время своего визита показывали, насколько они были недостойны оказанной им милости, рискнув робко заметить, не кажется ли вам, что если бы вы размялись немного в хорошую погоду, или же напротив, в ответ на ее жалобу, мне так худо, так худо, это конец, дорогие друзья, говоря, да, это ужасно лишиться здоровья, но вы еще можете протянуть в таком состоянии. Такие лица и первой и второй категории могли быть уверены, что дверь тетиных комнат никогда больше для них не откроется. И если Франсуазу очень забавлял испуганный вид тети, когда со своей кровати она замечала на улице Сент-Эспри кого-нибудь из этих лиц, как будто намеревавшихся зайти к ней, или слышала звонок у своей двери, то еще больше ее смешили, как ловкая выдумка, всегда победоносные хитрости тети, изобретаемые с целью спровадить нежелательного гостя, и вытянутая физиономия такого гостя, вынужденного удалиться, не повидавши тетю. И Франсуаза втайне восхищалась своей барыней, так как считала, что она стоит неизмеримо выше этих людей, поскольку может не принимать их, если не желает их видеть. В общем, тетя требовала от своих посетителей, чтобы они в одно и то же время и одобряли ее образ жизни, и выражали ей соболезнования по поводу ее страданий и уверяли ее, что она в конце концов поправится. Во всех этих отношениях Явлалия была бесподобна. Тетя могла повторять ей двадцать раз в течение минуты «Пришел конец мне, бедная моя Явлалия». Двадцать раз Явлалия неизменно отвечала ей «Если знать свою болезнь так, как вы ее знаете, то можно прожить до ста лет, как говорила мне вчера еще госпожа Сазрен. Одним из самых твердых убеждений Явлалии, которое не в состоянии было поколебать никакое число изобличающих его неправильность показаний, заключалось в том, что настоящей фамилией госпожи Сазра была фамилия Сазрен. «Я не прошу у Бога прожить до ста лет», отвечала тетя, предпочитавшая не назначать точно определенные границы дням своей жизни. А так как Явлалия умела, кроме того, как никто другой, развлекать тетю, не утомляя ее, то ее посещения, имевшие место регулярно каждое воскресенье, разве только случалось что-нибудь непредвиденное, были для тети удовольствием, перспектива которого держала ее в состоянии радостного возбуждения, очень скоро, впрочем, сменявшегося состоянием мучительным, как слишком долго неудовлетворяемый голод, стоило только Явлалии немного опоздать. Слишком затягиваясь, это наслаждение ожидать Явлалию обращалось в пытку. Тетя то и дело поглядывала на часы, зевала, жаловалась на недомогание. Если звонок Явлалии раздавался перед самым вечером, когда тетя терял уже всякую надежду, то он почти что делал ее больной. Действительно, по воскресеньям она только и думала, что об этом посещении, и по окончании завтрака Франсуаза с нетерпением ожидала момента, когда мы покинем столовую, чтобы ей можно было подняться наверх и заняться тетей. Но, особенно, когда в Камбре устанавливалась хорошая погода, проходило много времени с тех пор, как горделивый полуденный час, нисходивший с колокольни Сент-Элер, которую он украшал на мгновение двенадцатью геральдическими зубцами своей звучащей короны, успевал пробить над нашим столом возле освященного хлеба, который также просто приходил к нам из церкви, «А мы все еще сидели над тарелками со сценами из тысячи одной ночи, отяжелевшие от жары, а еще больше от еды». В самом деле, к неизменной основе из яиц, котлет, картофеля, варенья, бисквитов, о появлении которых на столе Франсуаза даже не объявляла нам больше, она присоединяла соответственно урожаю на огородах и фруктовых садах, результатом морского улова, случайностям рынка, любезности соседей и своим собственным талантам, так что наше меню, подобно тем четырехлистникам, которые высекались в XIII веке на порталах соборов, в известной степени отражало чередование времен года и событий человеческой жизни. Камбалу, так как торговка поручилась ей за ее свежесть, индейку, так как ей попалась отличная на рынке в Русенвиллепен, испанские артишоки с мозгом, так как она еще не готовила их нам этим способом, жареного барашка, так как прогулка на свежем воздухе возбуждает аппетит и до обеда придется ждать еще целых семь часов. Время достаточное, чтобы переварить этого барашка, шпинат для разнообразия, абрикосы, так как они были еще редкостью, смородину, так как через две недели ее нельзя уже будет достать, малину, так как господин Сван собственноручно принес ее, вишни, которые в первый раз уродились на вишневом дереве нашего сада, после того, как в течение двух лет оно не давало плода, творог со сливками, которые я так любил в те времена, миндальное пирожное, так как она заказала его накануне, кулич, так как пришла наша очередь приносить его в церковь. Когда же все это бывало съедено, на стол подавался нарочно для нас приготовленный, но посвященный главным образом моему отцу, большому любителю таких вещей шоколадный крем, плод творческого вдохновения Франсуазы, воздушный и легкий, как произведение, исполненное для чрезвычайного случая, в которое она вложила весь свой талант. Тот, кто вздумал бы отказаться от него, сказав «Спасибо, я уже кончил, больше не могу», сразу был бы низведен до уровня тех варваров, которые, получая от художников в подарок какое-нибудь его произведение, исследуют его вес и материал, тогда как в нем ценный только замысел и подпись автора. Даже оставить хотя бы самый маленький кусочек на тарелке было бы такой же невежливостью, как встать и уйти из концертного зала до окончания музыкального номера под носом у композитора. Но вот, наконец, мама обращалась ко мне, «Милый, не оставайся здесь без конца, поднимись в свою комнату, если ты находишь, что на дворе очень жарко, но пойди сначала подыши воздухом, нельзя садиться за книгу сразу после еды». Я направлялся к насосу с каменным желобом, украшенным там и сям подобно готической купели саламандрами, оживлявшими истершийся камень подвижным рельефом своих гибких аллегорических тел и усаживался подле него на скамейку без спинки под тенью сиреневого куста в том уголке сада, откуда был выход через маленькую калитку на улицу Сент-Эспри. На довольно заброшенной его территории возвышалась двумя уступами задняя кухня, соединенная с домом, но казавшаяся с места, где я сидел, самостоятельной постройкой. Ее красные каменные плиты блестели словно парфирные. Она была похожа не столько на убежище Франсуазы, сколько на маленький храм Венеры. И вся была наполнена приношениями молочника, фруктовщика, торговки овощами, приходившими подчас из довольно отдаленных деревень, чтобы посвятить ей первые плоды своих полей. И конек ее крыши всегда был увенчан воркующим голубем. В прежние времена я не задерживался в священной рощи, окружавшей этот храм, так как прежде чем подняться к себе наверх и приняться за чтение, забирался в маленькую гостиную, которую занимал в нижнем этаже дядя Адольф, дедушкин брат, старый военный, вышедший в отставку в чине майора, и которая, даже когда открытые окна давали доступ, если не солнечным лучам, редко заглядывавшим туда, то стоявший на дворе жаре, неиссякаемо источало тот неопределенный, но свежий запах, отдающий одновременно лесом и старомодным образом жизни, что так приятно щекочет ноздри и погружает нас в мечтательность, когда мы выходим в какой-нибудь заброшенный охотничий домик. Но уже несколько лет я не заходил больше в комнату дяди Адольфа, так как он перестал приезжать в Камбре вследствие ссоры, происшедшей между ним и моей семьей по моей вине при следующих обстоятельствах. В Париже один или два раза в месяц меня посылали навестить дядю, и я входил к нему обыкновенно, когда он кончал завтракать, одетый в скромную тужурку. За столом ему прислуживал лакей в рабочей блузе из грубого холста в лиловую и белую полоску. Дядя тотчас же начинал с ворчанием жаловаться, что я редко прихожу к нему, что его совсем забыли. Он угощал меня марципанами или мандаринами. Затем мы покидали столовую и проходили через комнату, где никто никогда не задерживался, где никогда не зажигали огня, комнату со стенами, украшенными золоченой резьбой, с потолком расписанным в голубой цвет, в подражании цвету неба и с мебелью обитой атласом, как у моих бабушки и дедушки, только желтым. Располагались мы в следующей комнате, которую дядя называл своим рабочим кабинетом. По стенам ее были развешаны гравюры, изображавшие на черном фоне какую-нибудь дебелую розовую богиню, правящую колесницей, стоящую на шаре или со звездой на лбу. Гравюры эти были в большой моде при второй империи, так как тогда считалось, что они напоминают помпейскую живопись. Потом к ним стали относиться пренебрежительно, а теперь снова начинают ими увлекаться на том единственном основании, какие бы другие основания не приводились, что они напоминают вторую империю. И я оставался у дяди до тех пор, пока не приходил к нему коммердинер спросить от имени кучера, какому часу дядя прикажет закладывать лошадей. Дядя погружался тогда в раздумье, которое восхищенный коммердинер боялся потревожить малейшим движением, с любопытством ожидая, какому результату приведет оно. Но результат был всегда один и тот же. После мучительных колебаний дядя неизменно произносил в четверть третьего. Коммердинер с изумлением, но без возражений повторял в четверть третьего. Хорошо, передам ему. В те времена я очень любил театр, любил платонически, так как мои родители ни разу еще не позволяли мне пойти туда, и я настолько неверно представлял себе удовольствие, которое там получают, что недалек был от предположения, будто смотрит на сцену как бы в стереоскоп, и видимая им картина существует только для него одного, хотя она и похожа на тысячу других картин, предстоящих глазам каждого из остальных зрителей. Каждое утро я бегал к столбу с афишами посмотреть, какие спектакли объявлял он. Ничто не могло быть бескорыстнее и счастливее грез, навеваемых моему воображению каждой объявленной пьесой и обусловленных с одной стороны ассоциациями, неразрывно связанными со словами, составлявшими название пьесы, а с другой цветом афиш, еще влажных и сморщенных от клея, на которых это название было напечатано. Если не считать таких странных произведений, как завещание Цезаря Жирадо или Эдипт-Царь, напечатанных не на зеленых афишах комической оперы, но на афишах винного цвета французской комедии, то ничто не казалось мне более отличным от пера сверкающей белизны бриллиантов короны, чем гладкий таинственный атлас черного домино. Так как мои родители сказали мне, что для своего первого посещения театра я должен буду сделать выбор между этими двумя пьесами, то я стремился последовательно углубить их заглавия, ибо заглавия эти были все, что я о них знал, пытаясь таким образом угадать в каждом удовольствие, которое оно сулило мне, и сравнить его с удовольствием, таившимся в другом заглавии. В заключение я с такой яркостью представлял себе с одной стороны ослепительно сверкающую и горделивую пьесу, а с другой пьесу спокойную и бархатистую, что бывал так же не способен решить, какой из них следует отдать предпочтение, как не способен был бы сделать выбор между предложенными мне на сладкое рисом и знаменитым шоколадным кремом. Все мои разговоры с товарищами вращались вокруг актеров, игра которых, хотя она оставалась для меня еще неизвестной, была первой из многочисленных форм искусства, в которой оно дало мне почувствовать свое очарование. Самые незначительные различия в их манере декламировать какую-нибудь тираду казались мне исполненными неизмеримого значения. И на основании чужих отзывов об актерах я размещал в порядке их талантливости в списке, которые твердил наизусть с утра до вечера, так что в заключении они как бы окаменели в моем мозгу и стали досаждать мне своей неподвижностью. Впоследствии, во время пребывания моего в коллеже, заводя на уроках разговор с каким-нибудь новым другом, когда преподаватель не смотрел на меня, я всегда начинал с вопроса, бывал ли уже в театре мой сосед, и согласен ли он, что нашим величайшим актером является Го, что за ним следует Делане и так далее. И если, по его мнению, Февр был ниже Тирона или Делане ниже Коклена, то внезапная подвижность, которую приобретала в моем мозгу имя Коклена, утратившая каменную твердость, чтобы перекочевать там на второе место, а также чудесная живость и необычайное одушевление, которым бывало наделено имя Делане, чтобы отодвинуться на четвертое место, сообщали моему освеженному и оплодотворенному мозгу ощущение зацветания и жизни. Но если мысль об актерах до такой степени занимала меня, если вид Мабана, выходящего после полудня из французской комедии, причинял мне тревогу и терзание безнадежной любви, то насколько же большее смятение вызывали во мне имя какой-нибудь Этуали, сверкавшее на дверях театра, или вид женского лица, принадлежавшего может быть актрисе, которое я замечал сквозь стеклянную дверцу, проезжавшей по улице двухместной кареты, запряженной лошадьми с вплетенными в челки розами. Как бесплодны и мучительны бывали мои усилия представить себе ее частную жизнь. Я размещал в порядке талантливости самых знаменитых Сару Бернар, Берма, Барте, Мадлену Бруан, Жанну Самари, но все они интересовали меня. Между тем, дядя был знаком со многими из них, а также с кокотками, которых я недостаточно ясно отличал от актрис. Он принимал их у себя. И если мы посещали дядю только в определенные дни, то это объяснялось тем, что в другие дни к нему приходили женщины, с которыми дядины родственники не могли встречаться, по их мнению по крайней мере, так что касается самого являл необычайную готовность любезно представлять моей бабушке красивых вдов, которые никогда, может быть, не были замужем, и графин с громкой фамилией, являвшейся, вероятно, только благозвучным псевдонимом, или даже дарить им фамильные драгоценности. Готовность, которая уже не раз бывала причиной его размолвок с дедушкой. Мне часто приходилось слышать, как отец мой, при упоминании в разговоре фамилии какой-нибудь актрисы, с улыбкой говорил матери, приятельница твоего дяди. И я думал, солидные мужчины, может быть, годами тщетно добиваются чести быть принятыми такой-то женщиной, которая не отвечает на их письма и велит консьержу гнать их вон. А вот мой дядя мог бы избавить от всех этих мытарств такого мальчишку, как я, представив его у себя в доме актрисе, недоступной для стольких других, но являвшейся его интимным другом. И вот однажды, под тем предлогом, что один из моих уроков был переставлен очень неудачно и уже несколько раз мешал мне и будет мешать впредь навещать дядю, выбрав в день, не принадлежавший к числу дней, в которые мы делали дяде визиты, я воспользовался тем, что мы позавтракали очень рано и вышел из дому. Но вместо того, чтобы отправиться взглянуть на столб с афишами, на эту прогулку меня отпускали одного, я побежал к дяде. Я заметил перед его дверью экипаж, запряженный парой лошадей с наглазниками, украшенными красной гвоздикой, которая красовалась также в петличке кучера. Еще на лестнице я услышал смех и женский голос, но как только я позвонил, воцарилось молчание, потом раздался шум закрываемых дверей. Открывший мне камердинер, увидя меня, пришел в замешательство и сказал мне, что дядя очень занят и вряд ли примет меня. однако он все же отправился доложить обо мне и в эту минуту тот же голос, который я слышал с лестницы, проговорил «Милый, позволь ему войти на одну только минутку, мне страшно хочется его увидеть, ведь это его фотография стоит на твоем письменном столе, рядом с фотографией твоей племянницы, его матери, он так похож на нее, не правда ли? Я хочу только взглянуть на этого малыша». Я услышал, как дядя заворчал и что-то сердито ответил. Через некоторое время камердинер попросил меня войти. На столе стояла та же тарелка с марципанами, что и обыкновенно. Дядя был в своей неизменной тужурке, но напротив него сидела молодая женщина в розовом шелковом платье с большим жемчужным ожерельем на шее и доедала мандарин. Не зная, как обратиться к ней, мадам или мадмуазель, я покраснел и, не осмеливаясь поднять глаза в ее сторону из боязни, что мне придется заговорить с ней, подошел поздороваться с дядей. Она с улыбкой смотрела на меня, и дядя сказал ей, мой племянник, не называя ни ей моей фамилии, ни мне ее. Наверное, потому что после неприятностей, которые вышли у него с дедушкой, он всячески избегал устраивать встречи между своими родственниками и знакомыми этого рода. Как он похож на свою мать, сказала дама. Но ведь вы никогда не видели моей племянницы. По карточке судить недостаточно, поспешно прервал ее дядя, довольно грубым тоном. Извините, пожалуйста, дорогой мой, я как-то встретилась с ней на лестнице в прошлом году, когда вы были серьезно больны. Правда, я видел ее одно только мгновение, и ваша лестница довольно темная, но этого мгновения для меня было достаточно, чтобы найти ее очаровательной. У этого молодого человека ее прекрасные глаза, а также вот это, продолжала она, проводя пальцем линию над бровями. Скажите, ваша уважаемая племянница носит ту же фамилию, что и вы, мой друг, обратилась она к дяде. Он похож больше на отца, проворчал дядя, которому было также нежелательно знакомить эту даму заочно с моей матерью, называя ее фамилию, как и сводить их лицом к лицу. Он вылитый отец и похож еще, пожалуй, и на мою бедную матушку. Я незнакома с его отцом, сказала дама в розовом, слегка наклонив голову, и никогда не была знакома с вашей бедной матушкой. Вы ведь помните, мы познакомились вскоре после постигшего вас горя. Я испытывал некоторое разочарование. Эта молодая дама не отличалась от других красивых женщин, которых я иногда видел в нашем доме. В ней было особенно много сходства с дочерью одного из наших кузенов, которому я постоянно ходил с новогодним поздравлением. У приятельницы моего дяди были такие же живые и добрые глаза, такой же открытый и доброжелательный взгляд, и только одета она была лучше. Я не находил у нее никаких признаков театральной внешности, так восхищавшей меня на фотографиях актрис. Не находил также демонического выражения, соответствовавшего жизни, которую, по моим предположениям, она должна была вести. Я с трудом верил, что это кокотка и никак не мог бы подумать, что это была кокотка шикарная, если бы не видел экипажа, запряженного парой, розового платья, жемчужного ожерелья, если бы не знал, что дядя водил знакомство только с птицами самого высокого полета. Я недоумевал, каким образом миллионер, даривший ей экипаж, особняк и драгоценности мог находить удовольствие в проматывании денег на особу с такой скромной и приличной внешностью. И все же, когда я думал о том, чем должна быть ее жизнь, ее безнравственность волновала меня может быть больше, чем если бы она предстала мне в конкретной и наглядной форме. Волновала своей невидимостью, как тайна какого-то романа, какого-то скандала, заставившего уйти из тихого родительского дома и сделавшего публичным достоянием, украсившего прелестями, обратившего в героиню полусвета и так прославившего женщину, которую выражение лица, интонации и голоса делали похожие на стольких других знакомых мне женщин. и вопреки моей воле побуждали меня рассматривать как молодую девушку из хорошей семьи, в то время как она не принадлежала больше никакой семье. Тем временем мы перешли в рабочий кабинет и дядя в некотором замешательстве от моего присутствия предложил ей папиросу. «Нет, благодарю вас, дорогой», сказала она. «Вы знаете, я ведь привыкла к папиросам, которые присылает мне великий князь. Я ему сказала, что они возбуждают в вас ревность, и она вынула из портсигара несколько папирос с надписями золотыми буквами на иностранном языке. «Ну конечно же», воскликнула она вдруг, «Я встречалась у вас с отцом этого ведь он ваш племянник? Как могла я забыть? Он был так мил, так изысканно вежлив со мной», продолжала она скромно и трогательно. Но представив себе, насколько грубым мог быть изысканно вежливый по ее словам прием оказанный ей моим отцом, ибо мне хорошо были известны его холодность и сдержанность, я ощутил неловкость от этого несоответствия между чрезмерной признательностью, выраженной ему, и его недостаточной любезностью. Впоследствии я пришел к убеждению, что одна из трогательных сторон роли этих праздных и прилежных женщин заключается в том, что они посвящают свои щедроты, свой талант, свои неосуществленные сентиментальные мечты о красоте, ибо подобно всем художникам они их не воплощают, не вводят в рамки повседневного существования и легко достающееся им золото, но украшение драгоценной и изящной оправой грубой и плохо отшлифованной жизни мужчин. Подобно тому, как она наполняла курительную комнату, где дядя принимал ее в заношенной тужурке очарованием своего прелестного тела, своего розового шелкового платья, своего жемчуга, элегантностью, сообщаемой дружескими отношениями с великим князем, так же точно эта женщина поступила с каким-нибудь незначительным замечанием моего отца, она деликатно отшлифовала его, смягчила, дала ему утонченное название, вставила в него драгоценный взгляд своих глаз, этих бриллиантов чистейшей воды, светившихся уничижением и благодарностью, она обратила таким образом само это замечание в драгоценность, в художественное произведение, в нечто во всех отношениях безукоризненное, послушай, мой милый, тебе пора уходить, сказал мне дядя, я встал, мной овладело непреодолимое желание поцеловать руку дамы в розовом, но мне оказалось, что совершение этого поступка потребует такой же смелости, как насильственное ее похищение. Сердце мое сильно билось, и я обращался к себе с вопросом, нужно ли мне делать это или не нужно. Затем я перестал спрашивать себя, что нужно делать, чтобы быть в состоянии сделать вообще что-нибудь. слепым и безрассудным движением, отбросив прочь все доводы, которые я только что приводил в его пользу, я поднес губам протянутую мне руку. Как он мил, он уже умеет быть галантным, умеет ухаживать за женщинами, пошел в дядю, из него выйдет безукоризненный джентльмен, прибавила она, сжимая зубы, чтобы заставить фразу звучать чуть-чуть по-английски. Разве не мог бы он прийти как-нибудь ко мне на капу в ти, как говорят наши соседи англичане, ему стоит только послать мне утром унблю. Я не имел никакого представления о том, что такое унблю, я не понимал половины того, что говорила эта дама, но боязнь не заключает ли ее слова какого-нибудь вопроса, на который было бы невежливо не ответить, препятствовало мне перестать внимательно их слушать, и я чувствовал от этого большое утомление. Но нет, это невозможно, сказал дядя, пожимая плечами, он очень занят, много работает, он примерный ученик и постоянно приносит награды из своего коллежа, прибавил он в полголоса, чтобы я не услышал этой лжи и не стал возражать ему. Кто знает, из него выйдет, может быть, маленький Виктор Гюго, что-нибудь вроде Валабеля, да-да. Я обожаю писателей и художников, отвечала дама в розовом. Никто так не понимает женщин, как они. Они и такие утонченные люди, как вы. Простите мне, мое невежество, друг, кто такой Валабель? Это из тех томиков с золотым обрезом, что стоят в маленьком библиотечном шкафу под стеклом в вашей спальне. Помните, вы обещали дать мне их почитать. Я буду обращаться с ними очень бережно. Дядя, который терпеть не мог давать свои книги, ничего не ответил и проводил меня в переднюю. Воспылав страстной любовью к даме в розовом, я покрыл горячими поцелуями пропахнувшие табаком щеки старика дяди, и в то время, как он в изрядном замешательстве давал мне понять, не решая сказать этого открыто, что он предпочитал бы, чтобы я не рассказывал об этом визите моим родителям, я со слезами на глазах уверял его, что его доброта страшно тронула меня, и я непременно найду какой-нибудь способ засвидетельствовать ему свою признательность. Доброта эта действительно настолько тронула меня, что два часа спустя, после нескольких загадочных фраз, показавшихся мне, однако, недостаточно красноречивыми для того, чтобы сообщить моим родителям отчетливое представление о новом значении, приобретенном мною, я решил, что проще будет рассказать в самых мельчайших подробностях о только что сделанном мною визите. Поступая так, я не думал, что причиню какую-нибудь неприятность дяде. Как это могло прийти мне в голову, если я не желал причинять ему неприятности? И я не мог предположить, что мои родители найдут что-нибудь дурное в поступке, в котором сам я ничего дурного не находил. Разве не случается сплошь и рядом, что какой-нибудь наш друг просит нас не забыть извиниться перед женщиной, которой ему что-то помешало написать, и мы не исполняем его просьбы, считая, что это особо не может придать большого значения молчанию, не имеющему никакого значения в наших глазах. Я воображал себе, как всякий из нас, что мозг других людей являются костным и послушным приемником, неспособным отвечать специфическими реакциями на то, что мы вводим в него. И я не сомневался, что, вкладывая в мозг моих родителей сообщения о моей встрече с дамой у дяди, я одновременно передаю им, как я этого желал, благожелательное суждение, составившееся у меня самого по поводу нового знакомства. К несчастью, родные мои, пожелавшие подвергнуть оценки поведения дяди, обратились к принципам, совсем отличным от тех, что я им внушал принять. Отец и дедушка имели очень бурное объяснение с дядей, как я об этом узнал косвенным образом. Спустя несколько дней, встретившись на улице с дядей, проезжавшим в открытом экипаже, я почувствовал боль, признательность, угрызение совести, которые мне очень хотелось ему выразить. Чувства эти были так огромны, что простой шапочный поклон показался мне неуместным и слишком незначительным, способным внушить дяде предположение, будто я считаю возможным расквитаться с ним самой банальной формой вежливости. Я решил удержаться от такого недостаточного жеста и отвернулся в сторону. Дядя подумал, что я это сделал по приказанию родных. Он не простил им этого. И хотя он умер лишь через несколько лет, никто из нас никогда больше с ним не виделся. Вот почему я не входил больше в запертую теперь комнату дяди Адольфа. Вместо этого, постояв немного около задней кухни, в то время как Франсуаза, появившись на пороге, говорила мне, я прикажу судомойке сервировать кофе и подать горячую воду, а мне самой пора проведать госпожу Октав. Я решал возвратиться домой, поднимался прямо наверх к себе в комнату и принимался за чтение. Судомойка была лицом отвлеченным, своего рода постоянным учреждением, которому неизменность функций сообщала как бы непрерывность и тожество, несмотря на вечную смену приходящих форм, в которых этот персонаж воплощался. В самом деле, мы никогда не находили на этой должности одну и ту же девушку в течение двух лет подряд. В год, когда мы поедали такое количество спаржи, судомойка, которая обыкновенно поручалась чистить ее, была бедным болезненным созданием. Когда мы приехали на Пасхе, она находилась уже в довольно поздней стадии беременности. И было даже удивительно, что Франсуаза заставляет ее столько бегать и взваливает на нее столько работы, ведь она начинала с трудом носить перед собой таинственную корзину, с каждым днем все более наполнявшуюся и обозначавшую великолепные свои формы под складками ее широких передников. Передники эти напоминали плащи, облекающие некоторые аллегорические фигуры Джотто. Я знал их по фотографиям, подаренным мне господином Сваном. Он сам обратил наше внимание на это сходство и, спрашивая нас о судомойке, говорил, как поживает милосердие Джотто. Впрочем, бедная девушка, раздутая беременностью, вплоть до угловатого квадратного лица, вплоть до прямых щек, действительно была очень похожа на сильных и мужеподобных дев, скорее Матрон, в которых олицетворены добродетели в капелле Арена. В настоящее время, для меня ясно также, что эти подуанские добродетели и пороки имели сходство с нею еще и в другом отношении. Подобно тому, как фигура этой девушки была усложнена добавочным символом, который она носила перед своим животом, как бы вовсе не понимая его смысла, ибо ни одна черта ее лица ни в малейшей степени не выражала его красоты и его идеи, носила, как обыкновенный тяжелый груз. Так и дородная хозяйка, изображенная варенье под надписью «Коритос», репродукция которой висела на стене моей классной комнаты в Камбре, казалось, нисколько не подозревала о том, что она является воплощением этой добродетели, ибо ни малейший намек на милосердие, казалось, никогда не мог быть выражен ее энергичным и грубоватым лицом. Тонкая изобретательность художника заставила ее попирать ногами земные сокровища, но совершенно так же, как если бы она топтала виноград, чтобы выдавить из него сок, или еще лучше, как она взобралась бы на мешки, чтобы стать выше. И она протягивает Богу свое пылающее сердце, скажем лучше, передает его ему, как кухарка передает какой-нибудь пробочник через окошечко своего подвала лицу, которое спрашивает его у нее из окна нижнего этажа. Казалось бы так же, что зависть должна иметь на своем лице некоторое выражение зависти. Но и в этой фреске символ занимает столько места и изображен так реально, змея, шипящая в губах зависти, так велика, она до такой степени заполняет ее широко раскрытый рот, что для удержания ее напряжены все мускулы лица зависти, как мы наблюдаем это у ребенка, надувающего своим дыханием резиновый шар. Вследствие этого внимания зависти, а также и наше, всецело сосредоточено на работе ее губ, которая не дает времени для завистливых мыслей. Несмотря на все восхищение господина Свана фигурами Джотто, я долгое время не испытывал никакого удовольствия при рассматривании в нашей классной комнате, где были развешены привезенные им копии этого милосердия без милосердия, этой зависти, производившей впечатление гравюры из медицинской книги, иллюстрирующей сжатие гортани или небного язычка вследствие опухоли языка или введения в рот инструмента оператора. Этой справедливости, серенькое лицо которой, с мелкими и правильными чертами, было так типично для многих красивых горожанок камбре, набожных и суховатых, которых я видел в церкви во время мессы, и многие из которых давно уже были завербованы во вспомогательные отряды несправедливости. Но впоследствии я понял, что поражающая странность и своеобразная красота этих фресок обусловлено значительным местом, занимаемым в них символом. И то обстоятельство, что он был изображен не как символ, ибо символизированная идея нигде не была выражена, но как нечто реальное, нечто действительно испытываемое и материально осязаемое, придавало значению произведения как бы большую буквальность и большую точность, придавало его назидательности большую наглядность и большую действенность. То же самое можно сказать и о нашей бедной судомойке. Разве наше внимание не привлекалось беспрестанно к ее животу благодаря отягчавшему его бремени? И разве мысль умирающих не бывает чаще всего обращена к реально ощутимой, болезненной, темной, утробной стороне смерти, к ее изнанке, являющейся как раз той стороной, которую она им открывает, дает грубо почувствовать, и которая гораздо больше похожа на сокрушительную тяжесть, на трудность дыхания, на мучительную жажду, чем на отвлеченное понятие, называемое нами смертью. Эти подуанские добродетели и пороки, наверное, были написаны с огромным реализмом, если они казались мне такими же живыми, как беременная служанка, и если сама она казалась едва ли не в меньшей степени аллегорической, чем они. И может быть это неучастие, по крайней мере кажущееся души человека в добродетели, действующей через него, имеет помимо своей эстетической ценности, если не психологическую, то во всяком случае, как говорится, физиономическую реальность. Когда в последующей своей жизни мне доводилось встречать в монастырях, например, подлинно святые воплощения деятельного милосердия, то у них бывал обыкновенно живой, решительный, невозмутимый и грубоватый вид очень занятого хирурга. Лицо, на котором невозможно прочесть никакого соболезнования, никакой растроганности зрелищем человеческого страдания, никакого страха прикоснуться к нему, лицо, лишенное всякой мягкости, непривлекательное и величественное лицо подлинной доброты. В то время как судомойка, невольно сообщая блеск превосходству Франсуазы, как заблуждение по контрасту делает более блистательным торжество истины, подавала кофе, который, по мнению мамы, был не более чем горячей водичкой, и приносила затем в наши комнаты горячую воду, которая была только чуть теплой, я растягивался на кровати с книгой в руке в своей комнате, трепетно охранявшей свою зыбкую прозрачную свежесть от послеполуденного солнца, луч которого все же ухитрялся просунуть сквозь щелку в прикрытой ставне золотистые свои крылья и замирал неподвижно в уголку оконной рамы, словно застывший на цветке мотылек. В комнате царил полумрак, едва позволявший читать, и ощущение яркого дневного света давал мне только доносившийся с улицы Кюр стук это камю, извещенный Франсуазой, что тетя не отдыхает и что можно значит шуметь, заколачивал какие-то пропыленные ящики, которые отдаваясь в гулком воздухе, характерном для жаркой погоды, казалось, каскадом рассыпал далеко кругом кроваво-красные звезды, а также мухи, исполнявшие передо мной в негромком концерте своеобразную летнюю камерную музыку. Музыка эта не вызывает представления о лете таким способом, как мелодия человеческой музыки, услышанная случайно в погожий летний день, напоминает нам его впоследствии. Она соединена с летом более тесной и более необходимой связью. Рожденная солнечными днями и возрождающаяся лишь вместе с ними, заключающая в себе какую-то частицу их сущности, она не только пробуждает их образ в нашей памяти, но служит гарантией их возврата, их действительного присутствия, обступающего нас со всех сторон и как бы непосредственно осязаемого. Этот прохладный полумрак моей комнаты был по отношению к яркому свету, заливавшему улицу, тем, чем тень является по отношению к солнечному лучу, то есть таким же лучезарным, как и солнечный свет. Он рисовал моему воображению целостную картину лета, лишь частями которой могли бы наслаждаться мои чувства, если бы я отправился на прогулку. Таким образом, он отлично гармонировал с моим покоем, испытывавшим, благодаря приключениям, рассказанным в моих книгах, и как раз в это время волновавшим его, подобно руке, неподвижно покоящейся в текучей воде, толчки и движения метущегося потока жизни. но бабушка, даже если слишком жаркая погода портилась и разражалась гроза или налетал шквал, поднималась ко мне и упрашивала меня выйти на свежий воздух. И не желая расставаться со своей книгой, я шел с нею в сад под старый каштан, забирался в обтянутую полотном плетеную будочку, усаживался там и чувствовал себя скрытым от взоров лиц, которые могли бы прийти к нам в гости. И мысли мои не были разве тоже своего рода убежищем, в глубине которого я чувствовал себя укрытым, даже когда смотрел на происходившее вне меня. Когда я видел какой-нибудь внешний предмет, сознание, что я вижу его, оставалось между мною и им, окружало его тонкой невещественной оболочкой, делавшей для меня навсегда недоступным прямое соприкосновение с его материей. Она как бы обращалась в газообразное состояние, прежде чем я успевал прикоснуться к ней, вроде того, как накаленное тело приближаемое к смоченному предмету, не способно прикоснуться к его влажности, потому что такой предмет всегда оказывается отделенным от него слоем паров. На своего рода экране, пестревшем различными чувствами и впечатлениями, которое во время моего чтения развертывало передо мной мое сознание, и источником которых являлись как самые затаеннейшие мои чаяния, так и чисто внешнее восприятие полоски горизонта, тянувшейся перед моими глазами в конце сада, самым интимным из моих переживаний, рисовавшимся прежде всего на этом экране рулем, беспрестанно находившимся в движении и управлявшим всем прочим, была уверенность в философском богатстве и красоте, читаемой мною книги, и мое желание усвоить их себе, какова бы ни была эта книга, ибо если я даже покупал ее в камбре, заметив ее в лавочке баранжа, находившейся слишком далеко от нашего дома, для того, чтобы Франсуаза могла делать там свои закупки, как у камю, но имевшей более богатый выбор канцелярских принадлежностей и книг, если даже повторяю, я замечал ее привязанной веревочками к мозаике брошюр и номеров ежемесячных журналов, покрывавших обе створки дверей лавочки, более таинственных и более изобилующих мыслями, чем двери какого-нибудь средневекового собора, то ее приобретение объяснялось тем, что я слышал о ней отзыв, как о замечательном произведении из уст преподавателя или школьного товарища, владевшего в то время, как мне казалось, тайной истины и красоты, сущностей смутно угадываемых мною и наполовину мне непонятных, познание которых было неясной, но неизменной целью моего мышления. Вслед за этой срединной уверенностью, находившейся во время моего чтения в непрерывном движении изнутри вовне к открытию истины шли эмоции, вызываемые во мне действием, в котором я принимал участие, ибо в эти летние послеполуденные часы случалось больше драматических событий, чем их случается часто в течение целой жизни. Это были события, наполнявшие читаемую мною книгу. Правда, персонажи, которые принимали в них участие, не были реальными, как говорила Франсуаза. Но все чувства, пробуждаемые в нас радостями и горестями какого-нибудь реального лица, возникают в нас не иначе, как через посредство образов этих радостей и этих горестей. Изобретательность первого арманиста состояла в уяснении того, что единственным существенным элементом в структуре наших эмоций является образ и что поэтому упрощение, заключающееся в вытеснении сполна и начисто реальных персонажей, окажется решающим усовершенствованием. Какую бы глубокую симпатию мы не испытывали к реальному существу, оно в большей своей части воспринимается нашими чувствами, иными словами, остается непрозрачным для нас, ложится мертвым грузом, который наше чувственное восприятие не способно поднять. Допустим, что такое существо постигает несчастье. Мы можем почувствовать волнение по этому поводу лишь в связи с маленькой частью сложного понятия, которое мы имеем о нем. Больше того, само это существо может быть взволновано лишь в небольшой части сложного понятия, которое оно о себе имеет. Счастливое открытие первого романиста заключалось в том, что его осенила мысль заменить эти непроницаемые для души части равным количеством нематериальных частей, то есть частей, могущих быть усвоенными нашей душой. При таких условиях не важно, что действия и чувства этого нового вида существ только кажутся нам истинными. Ведь мы сделали их своими, ведь нас самих происходят они, ведь они держат в подчинении у себя, когда мы лихорадочно перелистываем страницы книги, ускоренный темп нашего дыхания и напряженность нашего взгляда. И раз только романист привел нас в это состояние, в котором, как и во всех чисто внутренних состояниях, всякое чувство приобретает удесетеренную силу, в котором его книга волнует нас подобно сновидению, но сновидению более ясному, чем те, что мы видим, когда спим, и воспоминания, о котором сохранится у нас дольше, стоит только романисту привести нас в это состояние, как, глядишь, в течение часа он дал нам возможность испытать все радости и все горести, тогда как для познания лишь немногих из них в действительной жизни, нам понадобились бы долгие годы, причем самые яркие навсегда остались бы недоступны для нас, ибо медленность, с которой они протекают, препятствует нам воспринять их, так и сердце наше изменяется в жизни, это горчайшая наша мука, но мы знаем об этом только из чтения, только путем воображения, в действительности оно изменяется подобно тому, как протекают некоторые явления природы слишком медленно, так что хотя недоступно последовательное констатирование каждого из его различных состояний, зато мы пощажены от непосредственного ощущения самого изменения. Уже далеко не столь интимно связанный с моим существом как жизнь героев повести следовал затем наполовину вынесенный мною за пределы моего сознания пейзаж, в котором развертывалось действие и которое оказывало на мою мысль гораздо большее влияние, чем другой пейзаж, тот, что растилался перед моими глазами, когда я поднимал их от книги. Таким образом, в течение двухлетних каникул, сидя на жаре в нашем саду в Камбре, я страстно тосковал благодаря книге, которую читал тогда, по гористой стране с быстрыми реками, где я видел множество лесопилен и где на дне потоков с прозрачной водой гнили стволы деревьев в зарослях жирухи. Невдалеке тянулись невысокие стены, увитые гирляндами фиолетовых и красноватых цветов. И так как мечта о женщине, которая любила бы меня, никогда не покидала моих мыслей, то в те два лета мечта эта была напоена прохладой горных речек. И кто бы ни была эта женщина, образ которой я вызывал в своем сознании, тотчас же по обеим ее сторонам вырастали гирлянды фиолетовых и красноватых цветов, как дополнительные краски. Происходило это не только потому, что образ, о котором мы мечтаем, всегда остается отмеченным, всегда украшается и обогащается отблеском странных красок, случайно окружающих его в наших мечтах. Пейзажи, описываемые в книгах, которые я читал, были для меня не просто пейзажами, вроде тех, что расстилал перед моими глазами камбре, или живее рисовавшимися моему воображению. Благодаря сделанному автором выбору, благодаря доверию, с которым мысль моя предвосхищала его слова точно откровения, пейзажи эти казались мне впечатление, едва ли полученное мною когда-нибудь от местности, где мне действительно случалось бывать, и особенно от нашего сада, неказистого произведения весьма небогатой фантазии садовника, которого так презирала бабушка подлинным куском самой природы, достойным изучения и углубленного проникновения. Если бы мои родные позволили мне в то время как я читал какую-нибудь книгу посетить страну, которую она описывала, то, казалось мне, я сделал бы огромный успех во владении истиной. В самом деле, хотя нам всегда присуще ощущение, что мы со всех сторон окружены своей душой, однако она не представляется нам в виде неподвижной темницы. Скорее нам кажется, что мы уносимся вместе с ней в беспрестанном стремлении вырваться из нее, достичь внешнего мира, но с отчаянием неизменно слышим вокруг себя все те же звуки, являющиеся не эхом, доносящимся извне, но оголоском какой-то внутренней вибрацией. Мы пытаемся найти в вещах, ставших от этого драгоценными отблеск, который душа наша бросила на них, и бываем разочарованы, когда констатируем, что в действительности они оказываются лишенными обаяния, которым были обязаны в наших умах соседству с известными мыслями. Иногда мы мобилизуем все силы нашей души и выстраиваем их в блестящем порядке, чтобы воздействовать на существа, которые, как мы хорошо чувствуем, находятся и навсегда останутся вне пределов нашего достижения. Вот почему, если я всегда воображал вокруг любимой женщины места, в те времена наиболее для меня желанные, если мне хотелось, чтобы именно она побудила меня посетить их, открыла мне доступ в неведомый мир, то это объяснялось вовсе не случайностью простой ассоциации представлений. Нет, причина этого та, что мечты мои о путешествии и о любви были только двумя моментами, которые я искусственно разделяю сегодня, вроде того, как я производил бы сечение на различных высотах, переливающиеся радужными цветами и с виду неподвижной водяной струи, двумя брызгами в едином неудержимом всплеске всех моих жизненных сил. В заключение, продолжая следовать от самых интимных своих состояний к впечатлениям поверхностным, одновременно данным и тесно соприкасающимся с ними в моем сознании, я нахожу перед тем, как достигнуть окружающего их реального горизонта удовольствия иного порядка. Удовольствие вдыхать напоенный ароматом воздух, сознавать, что мне здесь не помешает зашедший к нам в это время гость, наконец, когда били часы на колокольни сент-элэр, удовольствие наблюдать, как опадает капля за каплей истраченная уже часть после полуденного времени, пока до меня не доносился последний удар, позволявший мне определить их число. И воцарявшееся затем долгое молчание казалось возвещало о том, что в голубом небе надо мною начинается длинная часть дня, еще остававшаяся в моем распоряжении для чтения до вкусного обеда, приготовляемого сейчас Франсуазой, который подкрепит меня после утомления, причиненного напряженным следованием во время чтения книги за перипетиями ее героя. И при каждом бое часов мне казалось, что прошло всего только несколько мгновений с тех пор, как отзвучали удары предшествующего часа. Самый последний из этих ударов только что запечатлелся в непосредственном соседстве с предшественником на поверхности неба, и я не мог поверить, что 60 минут могли уместиться на этой маленьком отрезке голубой дуги, заключенным между их двумя золотыми отметками. Случалось даже, что этот преждевременный бой заключал в себе на два удара больше предыдущего, промежуточного боя я, следовательно, не слышал. Нечто, имевшее место в действительности, не имело места для меня. Интерес к чтению, магический, словно глубокий сон, ввел в заблуждение мои галлюцинирующие уши и стер звук золотого колокола с лазурной поверхности тишины. Прекрасные воскресные послеполуденные часы под каштаном нашего сада в Камбре, тщательно очищенные мною от всех мелких событий моей повседневной жизни и заполненные жизнью, богатые фантастическими приключениями и причудливыми замыслами, в лоне местности, орошенной быстро бегущими речками, вы все еще вызываете в моей памяти эту жизнь, когда я о вас думаю. И вы действительно содержите ее в себе, ибо мало помалу вы ограждали и замыкали ее, в то время как я все дальше углублялся в мою книгу и постепенно спадал полуденный жар, в непрерывно нараставший, медленно менявший форму и испещренный листвою каштана кристалл вашей безмолвной, звонкой, благоуханной и прозрачно ясной череды. Иногда в самый разгар моего чтения я бывал отвлечен от книги дочерью садовника, вбегавши во двор как угорелая, опрокидывая на пути катку с апельсинным деревом, обрезывая палец, выбивая зуб, с криком «Идут, идут!» Этими возгласами она приглашала Франсуазу и меня бежать скорее на улицу, чтобы ничего не потерять из зрелища. Это случалось в дни, когда гарнизон, расквартированный в Камбре, выходил из казарм на какое-нибудь учение, направляясь обыкновенно по улице Сент-Гильдегард. В то время как наши слуги, усевшись рядышком на стульях за садовой оградой, смотрели на горожан, совершавших воскресную прогулку, и себя им показывали, дочь садовника замечала сверкание касок в просвет между двумя отдаленными домами на вокзальном бульваре. Слуги стремительно бросились со своими стульями обратно в сад, ибо когда кирасиры дефилировали по улице Сент-Гильдегард, они заполняли ее во всю ширину, и галлопирующие их лошади касались стен домов, затопляя тротуары, как разливавшаяся река затопляет берега слишком узкого русла. «Бедные дети», со слезами на глазах говорила Франсуаза, едва только подойдя к решетке, «бедные юноши, они будут скошены, как трава на лугу». «Одна мысль об этом потрясает меня ужасом», прибавляла она, прикладывая руку к сердцу, месту, в котором она ощущала потрясение. «Разве не красивое зрелище, мадам Франсуаза, представляют все эти парни, недорожащие жизнью?» спрашивал садовник, чтобы подзадорить ее. Слова его оказывали действие. «Недорожащие жизнью, но чем же тогда дорожить, если не жизнью, единственным подарком, который Бог никогда не делает дважды?» «Увы, вы правы, они действительно не дорожат ею». «Я видела их в 70-м году. Да, в этих злосчастных войнах они совсем забывают о страхе смерти. Не дать не взять, полоумные. И потом они не стоят даже веревки, чтобы повесить их. Это не люди, это львы». Для Франсуазы сравнение человека со львом, она произносила это слово с тем выражением, с каким мы произносим «дикий зверь». Не содержала в себе ничего лесного для человека. Улица Сент-Гильдегард заворачивала слишком круто, чтобы мы могли видеть приближение солдат издали, и лишь в упомянутый выше просвет между двумя домами вокзального бульвара мы замечали движение все новых касок, сверкавших на солнце. Садовнику очень хотелось знать, долго ли они еще будут идти, так как солнце жарило и он чувствовал жажду. Тогда дочь его выбегала вдруг за ограду, делала вылазку, словно из осажденного города, достигала поворота улицы и сотню раз рискуя жизнью, возвращалась принося нам вместе с графином прохладительного напитка, известия, что по крайней мере целая тысяча солдат безостановочно движется в сторону Тиберзи и Мезиглиза. Примирившиеся Франсуаза и Садовник рассуждали о том, какого поведения следует держаться во время войны. Поверьте, Франсуаза, говорил Садовник, революция лучше войны, потому что когда объявляют ее, то сражаться идут только желающие. Ах да, это по крайней мере понятно для меня, это более честно. Садовник был уверен, что по объявлении войны останавливается движение на всех железных дорогах. Ну да, конечно, чтобы никто не мог убежать, говорила Франсуаза. Садовник поддерживал ее замечанием, о, это хитрецы, так как, по его мнению, война была ничем иным, как только ловкой штукой государства, пытающегося одурачить народ, и что не нашлось бы ни одного человека на свете, который не увильнул бы от нее, если бы представилась возможность. Но Франсуаза торопилась обратно к тете, я возвращался к своей книге, а слуги снова усаживались у ворот, смотреть, как пыль садится на мостовую, и как затихает возбуждение, вызванное солдатами. Еще долго спустя, после восстановления спокойствия, необычайная толпа гуляющих продолжала усеивать улицы камбре. И перед каждым домом, включая и те, из которых обыкновенно никто не показывался, слуги и даже хозяева, усевшись на лавочке и глазея на улицу, обрамляли пороги прихотливой темной каймой, вроде каймы водорослей и раковин, которую высокий прилив оставляет на берегу, покрывая его как бы узорчатым флером, после того, как море ушло прочь. За исключением таких дней я мог обыкновенно спокойно отдаваться чтению. Но однажды визит Свана, прервавший мое чтение и сделанное им замечание о совсем новом для меня авторе Берготе, книгу которого я как раз в то время читал, привели к тому, что долгое время спустя образ одной из женщин, составлявших предмет моих мечтаний, стал рисоваться перед моими глазами уже не на фоне стены, увитой гирляндами фиолетовых цветов, а на совсем другом фоне, на фоне портала готического собора. В первый раз услышал я о Берготе от одного из своих школьных товарищей по фамилии Блок, который был несколько старше меня и от которого я был в самом неподдельном восхищении. Услышав от меня однажды выражения восторга по поводу октябрьской ночи, он шумно как труба расхохотался и сказал мне «Отнесись критически к твоему в достаточной степени низменному пристрастию к почтенному Мюссе. Это субъект весьма зловредный и влияние оказывает самое пагубное. Должен впрочем признать, что он и даже совсем почтенный Рассин оба сочинили в своей жизни по одному стиху не только достаточно ритмичному, но и лишенному решительно всякого смысла, что в моих глазах является высшей заслугой поэта. Они были мне указаны как обстоятельства, смягчающие вину этих двух мошенников в статье моего дорогого учителя Папаши Леконта, лицезрение которого приятно бессмертным богам. Кстати, вот книга, которую мне сейчас некогда прочесть и которую как будто рекомендует этот простофиля. Как мне передавали, он считает автора ее, некоего почтенного Бергота, одной из самых субтильнейших бестий. И хотя он обнаруживает подчас в своей критике совершенно необъяснимую снисходительность, все же слова его являются для меня дельфийским оракулом. Почитай по этому лирическую прозу Бергота, и если титанический собиратель ритмов, написавший Бакхвата и Борзую Магнуса, сказал правду, то, клянусь Аполлоном, ты насладишься, дорогой мэтр, нектаром олимпийских богов. Саркастическим тоном он как-то попросил меня называть его дорогим мэтром, и сам называл меня так же. Но мы испытывали некоторое подлинное удовольствие от этой игры, ибо еще недалеко ушли от возраста, когда, давая название вещам, мы считаем, будто творим ее. К несчастью, разговоры мои с Блоком на эту тему и спрошенные у него объяснения не могли успокоить тревоги, в которую он поверг меня, сказав, что хорошие стихи, от которых я ожидал ни более ни менее как откровение истины, бывают тем лучше, чем меньше в них смысла. Вышло так, что Блок не получил нового приглашения в наш дом. Сначала ему был оказан очень хороший прием. Правда, дедушка утверждал, что каждый раз, как я схожусь с каким-нибудь товарищем ближе, чем с прочими, и привожу его к нам в дом, этот товарищ всегда оказывается евреем, обстоятельство, против которого он не возражал бы принципиально, ведь даже его приятель Сван был еврейского происхождения. Если бы не находил, что я выбираю своих друзей далеко не из лучших представителей этого племени. Вот почему, когда я приводил к себе нового друга, то редко случалось, чтобы дедушка не стал напевать арии из жидовки «Бог наших отцов» или же «Израиль порви свои цепи», ограничиваясь при этом, разумеется, одним только мотивом «Ти-ла-лам, ти-ла-лам, талим». Но я боялся, что мой приятель узнает мотив и вспомнит соответствующие слова. Еще перед тем, как увидеть их по одним только звукам их фамилии, часто не содержащим в себе ничего семитического, дедушка угадывал не только еврейское происхождение тех из моих приятелей, которые действительно были евреями, но еще и некоторые досадные особенности, свойственные иногда их фамилиям. А как фамилия твоего приятеля, который приходит к тебе сегодня вечером? «Дюмон, дедушка». «Дюмон? Ох, не верю я Дюмону». И он начинал петь «Стрелки смотрите в оба, бесшумно, зорко вы должны стеречь». После чего, задав ряд коварных вопросов по поводу некоторых подробностей, он восклицал «Будем на страже, будем на страже». Или же, если уже пришла сама жертва, которую он вынуждал при помощи искусно замаскированного допроса невольно выдать свое происхождение, довольствовался тем, что внимательно смотрел на нее и еле слышно мурлыкал, желая показать нам таким образом, что у него больше не остается сомнений. «Как? Этого несчастного еврея сюда вы направляете шаги?» или «Луга отцов Хеврон долина Неги» или еще «Да, я народа избранного сын». Эти маленькие странности дедушки не заключали в себе никакого зложелательного чувства по отношению к моим товарищам. Но Блок не понравился моей семье по другим причинам. Началось с того, что он рассердил моего отца, который, увидя, что костюм на нем мокрый, с интересом спросил его «Скажите, месье Блок, неужели погода переменилась и шел дождь?» «Ничего не понимаю, барометр все время стоял высоко». Ему удалось добиться лишь следующего ответа «Сударь, я совершенно не способен сказать вам, шел ли дождь. Я живу до такой степени в стороне от всяких атмосферических случайностей, что чувства мои не утруждают себя доведением их до моего сознания». «Бедный мальчик, твой друг какой-то полоумный», сказал мне отец, когда Блок ушел. «Как? он не мог даже сказать, какая на дворе погода, но ведь это так интересно, болван какой-то». Далее Блок не понравился моей бабушке, потому что после завтрака, когда она сказала, что чувствует себя немного нездоровой, он заглушил рыдание и вытер слезы. «Неужели, по-твоему, это может быть искренно?» сказала мне она, «Ведь он совсем меня не знает, разве что это сумасшедший?» И, наконец, он вызвал всеобщее недовольство тем, что, опоздав к завтраку на полтора часа и явившись в столовую весь забрызганной грязью, он вместо того, чтобы извиниться, сказал, «Я никогда не поддаюсь влиянию атмосферных пертурбаций, а также совершенно условных делений времени. Я охотно ввел бы в употребление курения опиума или ношения малайского кинжала, но мне совершенно неизвестно употребление часов и зонтика, этих бесконечно более пагубных и к тому же плоскомещанских инструментов». Несмотря на все это, его приняли бы в Камбре. Он не был, однако, другом, которого избрали бы для меня мои родные. В конце концов, они согласились допустить, что слезы, вызванные у него недомоганием бабушки, не были притворными, но они инстинктивно или по опыту знали, что порывы нашей чувствительности имеют мало власти над последующими нашими поступками и над всем вообще нашим поведением, и что уважение к моральным обязательствам, верность дружбе, терпеливое доведение до конца начатого дела, соблюдение определенного режима, гораздо вернее обеспечиваются слеподействующими привычками, чем этими минутными порывами, горячими, но бесплодными. В роли моих приятелей они предпочли бы блоку мальчиков, которые не давали бы мне больше того, что принято давать друзьям согласно предписаниям буржуазной морали, которые не присылали бы мне неожиданно корзинку фруктов на том основании, что в тот день они подумали обо мне с нежностью, но которые не будучи способны наклонить в мою пользу точные весы обязанностей и требований дружбы по простому капризу своего ума или своего сердца, в то же время не могли бы искривить коромысла этих весов во вред мне. Даже наши несправедливости к ним с трудом заставляют сойти с пути долго эти натуры, образцом которых была моя двоюродная бабушка. Находясь уже много лет в ссоре с одной своей племянницей и перестав разговаривать с нею, она не изменила вследствие этого своего завещания, в котором отказывала этой племяннице все свое состояние, так как та была самой близкой ее родственницей и так как это полагалось. Но я любил Блока, родные хотели доставить мне удовольствие и неразрешимые задачи, которые я ставил себе по поводу лишенной всякого смысла красоты дочери Миноса и Пасифаи больше утомляли меня и причиняли мне большие страдания, чем это сделали бы дальнейшие мои беседы с ним, хотя моя мать считала их вредными. И его все же принимали бы в нашем доме в Камбре, если бы однажды после обеда, сообщив мне, сообщение это оказало впоследствии огромное влияние на мою жизнь, сделав ее более счастливой и в то же время более несчастной, что все женщины только и помышляют, что о любви, и что нет ни одной среди них, сопротивление которой нельзя бы было преодолеть. Блок не поклялся, будто он слышал как-то от лица, в осведомленности которого не может быть сомнений, что моя двоюродная бабушка провела бурную молодость и открыто жила на содержании. Я не мог удержаться от передачи столь важной новости моим родным. Когда Блок пришел после этого к нам, его выставили за дверь, и впоследствии при встречах на улице он раскланивался со мною крайне холодно. Но относительно Бергота он сказал правду. В первые дни, подобно музыкальной мелодии, которая впоследствии будет сводить нас с ума, но которую мы еще не улавливаем, мною вовсе не были восприняты те особенности стиля этого писателя, которые мне суждено было так страстно полюбить. Я не мог оторваться от романа, за чтение которого принялся, но мне казалось, что я увлечен только сюжетом, подобно тому, как в первом периоде любви мы ежедневно ходим встречаться с женщиной на какое-нибудь собрание, на какой-нибудь вечер, будучи убеждены, что нас привлекают развлечения, получаемые нами на этих собраниях. Затем я обратил внимание на редкие, почти архаические выражения, которые Бергот любил употреблять в известные моменты, когда скрытая гармоническая волна, затаенная прелюдия, оживляли его стиль и сообщали ему подъем. И в эти как раз моменты он принимался говорить о несбыточной мечте жизни, о неиссякаемом потоке прекрасных видимостей, о бесплодных и сладостных муках познания и любви, о волнующих ликах, навсегда облагородивших величавые пленительные фасады наших соборов, выражал целую философию для меня новую при помощи чудесных образов. И мне казалось, что это именно они вызвали то пение арф, которое звучало тогда в моих ушах, тот аккомпанемент, которому они сообщали что-то небесно возвышенное. Один из этих пассажей Бергота, третий или четвертый по счету, который мне удалось выделить из остального текста, наполнил меня радостью, несравнимой с удовольствием, испытанным при чтении первого пассажа. Радостью, которую я ощутил в какой-то более глубокой области своего существа, более однородной, более обширной, откуда казалось, были устранены всякого рода помехи и перегородки. Произошло это потому, что узнав в этом пассаже тот же самый вкус к редким оборотам речи, ту же самую музыкальную волну, ту же самую идеалистическую философию, которые содержались и в предыдущих пассажах, хотя я не отдал себе тогда отчета в том, что именно они являются причиной моего наслаждения, я не испытал на этот раз впечатления, что передо мною лежит определенный кусок из определенной книги Бергота, чертившей на поверхности моего сознания чисто линейную двухмерную фигуру. Мне казалось скорее, что я нахожусь в присутствии идеального куска прозы Бергота, общего всем его книгам, куска, которому все аналогичные отрывки, теперь смешавшиеся с ним, сообщили своего рода плотность и объем, как будто расширявшие пределы моего собственного разума. Я был далеко не единственным поклонником Бергота. Он был также любимым писателем одной очень начитанной подруги моей матери. Наконец, доктор Дюбульбон до такой степени увлекался только что вышедшей тогда его книгой, что заставлял своих пациентов подолгу ожидать его приема. Как раз из его врачебного кабинета и из парка, расположенного в окрестностях камбре, были брошены первые семена того увлечения Берготом, растения тогда еще очень редкого, но в настоящее время распространенного по всему миру, так что изысканные и пошловатые цветы его можно встретить повсюду в Европе и Америке, вплоть до самой ничтожной деревушки. Подруга моей матери и, по-видимому, доктор Дюбульбон, подобно мне, любили в произведениях Бергота главным образом мелодическое течение фраз, старинные выражения и наряду с ними выражения очень простые и очень известные, но поставленные им на так выгодно освещенное место, что самое это помещение их, казалось, выдавало какое-то особенное его пристрастие к ним. Наконец, в грустных частях его книг какую-то грубость, какой-то глухой и почти суровый тон. И он сам, должно быть, чувствовал, что в этом одна из главных прелестей его прозы. Ибо в своих позднейших книгах, когда ему случалось выражать какую-нибудь великую истину или упоминать о каком-нибудь знаменитом соборе, он прерывал свое повествование и в своего рода призыве, риторическом обращении, длинной молитве, давал волю тем токам, которые в ранних его произведениях оставались спрятанными внутри его прозы. Давали знать о себе только легким волнением на поверхности, токам, может быть, еще более сладостным, еще более гармоничным, когда они были таким образом прикрыты, так что невозможно было указать с точностью, где рождается, где замирает их рокот. Эти куски, которые он писал с таким удовольствием, были также и нашими самыми излюбленными кусками. Что касается меня, то всех их я знал наизусть. Я испытывал разочарование, когда он продолжал нить своего рассказа. Каждый раз, когда он говорил о предмете, красота которого оставалась до тех пор от меня скрытой, о сосновых лесах, о грозе, о соборе Парижской Богоматери, о Гафолии, о Федре, какой-нибудь его образ вдруг озарял эту красоту и позволял мне ее воспринять. Поэтому, смутно чувствуя, что Вселенная содержит множество частей, которые слабые мои чувства были бы бессильно различить, если бы он не приблизил их ко мне. Я желал бы обладать его мнением, какой-нибудь его метафорой обо всем существующем, особенно о тех вещах, которые когда-нибудь я буду иметь случай увидеть сам. В частности, о старинных памятниках французского искусства и некоторых морских пейзажах, ибо настойчивость, с которой он возвращался к ним в своих книгах, доказывала, что он считает их богатыми содержанием и таящими в себе неисчерпаемые красоты. К несчастью, его мнения оставались почти вовсе неизвестными мне. Я не сомневался, что они были в корне отличными от моих собственных мнений, ибо проистекали из неведомого мне мира, до которого я пытался возвыситься. Убежденный, что мои мысли показались бы жалкой нелепостью этому совершенному уму, я так основательно вымарал их все, что когда случайно мне попадалось в какой-нибудь из его книг суждение, которое я сам уже составил себе, сердце мое наполнялось гордостью, как если бы некое божество по благости своей открыло мне его, объявило правильным и прекрасным. Иногда случалось, что какая-нибудь страница Бергота выражала те же мысли, которые я часто по ночам, когда не мог уснуть, писал бабушке и маме, выражала так хорошо, что производила впечатление собрания эпиграфов, которые я мог бы поместить в заголовках своих писем. Даже много лет спустя, когда я приступил к писанию своей собственной книги, и некоторые мои фразы настолько не удовлетворяли меня, что пропадала охота продолжать, я нашел адекватное выражение своих мыслей у Бергота. Но я способен был наслаждаться такими фразами, лишь когда читал их в его произведениях. Когда же я сам сочинял их, озабоченный тем, чтобы они в точности отражали все оттенки моих мыслей, и, опасаясь в то же время, как бы не вышло слишком похоже на Бергота, я не имел времени спрашивать себя, приятно ли будет считать то, что я написал. Но в действительности лишь этого рода фразы, лишь этого рода мысли я подлинно любил. Мои лихорадочные и не достигшие цели усилия сами являлись свидетельством любви, любви, не приносившей мне наслаждения, но глубокой. Вот почему, когда я вдруг находил подобные фразы в произведениях другого, то есть когда они не сопровождались у меня сомнениями, строгой критикой и душевными терзаниями, я волю ублажал в таких случаях свой вкус к ним, как освобожденный почему-либо от обязанности стряпать повар находит наконец время полакомиться сам. И вот найдя однажды в какой-то книге Бергота шутку по адресу старой служанки, шутку, которая великолепный и роскошный язык писателя придавал еще большую ироничность, но которая по существу была той уже, что и я часто отпускал по адресу Франсуазы в разговорах с бабушкой, и обнаружив в другой раз, что Бергот не считал недостойным отразить в одном из тех зеркал истины, каковыми являлись его произведения «Одно замечание», подобное замечанию, сделанному как-то мною относительно нашего друга господина Леграндена, причем эти замечания относительно Франсуазы и господина Леграндена заведомо принадлежали к числу тех, которыми я без колебания пожертвовал бы ради Бергота, будучи убежден, что он не найдет в них ничего интересного. Я вдруг испытал ощущение, что моя убогая жизнь и царство истины вовсе не так уж удалены друг от друга, как мне казалось, и что в некоторых пунктах они даже соприкасаются. От вновь полученного доверия к своим силам и от радости я заплакал над страницами писателя, словно в объятиях отца после долгой разлуки. На основании произведений Бергота я представлял его себе в виде слабого, разочарованного в жизни старика, потерявшего детей и навсегда оставшегося безутешным. Поэтому я читал или вернее пел его прозу в большей степени дольче и лента, чем это было в его намерениях, когда он писал. И самая простая его фраза звучала в моих ушах мягко и нежно. Больше всего я любил его философию и отдался ей навсегда. Она заставляла меня с нетерпением ожидать возраста, когда я перейду в коллежи в класс, называемый философией. Но я хотел, чтобы все в нем сводилось к жизни, руководимой мыслью Бергота. И если бы мне сказали, что метафизики, которыми я буду увлечен тогда, ни в чем не будут походить на него, я почувствовал бы отчаяние влюбленного, поклявшегося в верности на всю жизнь, когда ему говорят, что у него будут впоследствии другие любовницы. Однажды воскресенье я был потревожен во время своего чтения в саду с Ваном, пришедшим в гости к моим родным. Что вы читаете, можно посмотреть? Как? Неужели Бергота? Кто же вам указал на его произведение? Я ответил ему, что Блок. Ах да, тот мальчик, которого я видел здесь однажды, и который так похож на портрет Магомета Второго Беллини. Поразительное сходство. Те же брови дугою, тот же крючковатый нос, те же выдающиеся скулы. Когда он заведет бородку, это будет вылитый Магомет. Во всяком случае, у него есть вкус, ибо Бергот прелестный писатель. И, увидя на лице моем восхищение перед Берготом, Сван, никогда не говоривший о людях, с которыми он был знаком, сделал из любезности для меня исключение и сказал, «Я хорошо знаком с ним, и если вам будет приятно иметь его собственноручную надпись на вашем экземпляре, я могу попросить его об этом». Я не посмел принять это предложение, но засыпал Свана вопросами о Берготе. «Не могли бы вы сказать мне, кто его любимый актер?» «Актер?» «Нет, не знаю, но мне известно, что никого из актрис он не считает равным Берма, которую ставит выше всех. Вы видели ее?» «Нет, месье, родители не позволяют мне ходить в театр». «Как жаль. Вы должны упросить их. Берма в Федре, в Сиде. Это только актриса, если вам угодно. Но вы знаете, я не очень верю в иерархию искусств». И я заметил, как это часто поражало меня в его разговорах с сестрами моей двоюродной бабушки, что заводя речь на серьезные темы, употребляя выражение, казалось, заключающее в себе определенное суждение относительно какой-нибудь важной темы. Сван заботливо выделял его при помощи особой машинальной и иронической интонации, как бы ставя его в кавычки и делая таким образом вид, что не хочет брать на себя ответственность за него. Он как бы говорил «иерархия, разве вы не знаете?» Так называют это смешные люди. Но если это было смешно, почему же в таком случае сам он говорил «иерархия». Через мгновение он прибавил «Игра ее даст вам зрелище столь же благородное, как самое высокое произведение искусства». Но я не знаю как, и он рассмеялся, как, скажем, королевы Шартерского собора. До этого разговора мне казалось, что его отвращение высказывать серьезно свое мнение является чертой элегантного парижанина в противоположность провинциальному догматизму сестер моей двоюродной бабушки. И я воображал также, что это было своеобразной манерой того круга, где вращался сван, и где, благодаря естественной реакции против лирического энтузиазма предшествовавших поколений, придавалось чрезмерно подчеркнутое значение определенным мелким фактам, некогда считавшимися вульгарными, и было вовсе изгнано из употребления то, что называется фразой. Но теперь я находил нечто оскорбительное в этой позе свана по отношению к вещам. Он производил впечатление человека, не решающегося иметь собственное мнение, и чувствующего себя спокойно, лишь когда он может с мелочной тщательностью сообщить точные, но несущественные подробности. Но поступая таким образом, он не отдавал себя отчета в том, что большое значение, придаваемое им точной передаче этих подробностей, было ничем иным, как выражением определенного мнения. «Я вспомнил тогда о том вечере, когда я был так опечален тем, что мама не поднимается в мою комнату, и когда он сказал, что балы у принцессы Леонской не представляют никакого интереса. А между тем, этого рода удовольствием он посвящал свою жизнь. Я находил здесь противоречие. Для какой же другой жизни приберегал он серьезные мысли о вещах, суждения, которые ему не приходилось бы ставить в кавычки? При каких условиях собирался он оставить занятия, которые по его собственному заявлению были смешными? Я заметил также в манере Свана говорит со мною о Берготе одну особенность, которая нужно отдать ему справедливость, не являлась его личной особенностью, но была присуща в то время всем почитателям этого писателя, в частности, подруге моей матери и доктору Дюбульбон. Подобно Свану, они говорили о Берготе. Это прелестный ум, такой своеобразный, у него своя собственная манера рассказывать, немного деланная, но такая приятная. Не нужно смотреть на обложку, сразу узнаешь, что это он. Но никто из них не решался сказать, это великий писатель, у него огромный талант. Они не говорили даже, что у Бергота вообще был талант. Они не говорили этого, потому что не сознавали его таланта. Нам нужно очень много времени, чтобы признать в своеобразной физиономии какого-нибудь нового писателя «совокупность признаков», которым мы приклеиваем этикетку «большой талант» в нашем музее общих понятий. Именно потому, что эта физиономия новая, мы не находим ее вполне схожей с тем, что мы называем талант. Мы говорим скорее оригинальность, обаяние, изящество, сила. И затем однажды мы отдаем отчет себе, что совокупность всего этого как раз и есть талант. «Есть ли у Бергота произведения, в которых он говорит оберма?» спросил Ясвана. Мне помнится, что он упоминает о ней в своей книжечке о Россине, но эта книжечка вероятно распродана. Впрочем, как будто было второе издание. Я соберу справки, но я могу спросить у Бергота все, что вам угодно. Круглый год он каждую неделю обедает у нас. Это большой друг моей дочери. Они вместе осматривают старые города, соборы, замки. Так как я не имел никакого понятия об общественной иерархии, то давно уже то обстоятельство, что отец мой находил невозможным для нас бывать у мадам и мадемуазель Сван, не только не роняла их в моих глазах, но напротив, внушала мне представление об огромном расстоянии, отделявшем их от нас, и окружала их обаянием. Я жалел, что мама не красила волос и не мазала губ, как делала это, слышал я от нашей соседки госпожи Сазра, госпожа Сван, чтобы нравиться, не мужу своему, а господину де Шарлюсу. Я думал, что она относится к нам с презрением и был очень опечален этим, главным образом от того, что лишался возможности видеть ее дочь, которая, как мне говорили, была прихорошенькой девочкой и о которой я часто мечтал, постоянно наделяя ее в своем воображении одним и тем же выдуманным прелестным лицом. Но когда я узнал из разговора с господином Сваном, что дочь его жила в таких исключительно счастливых условиях, купалась так в родной стихии в море стольких преимуществ, и спрашивая своих родителей, будет ли у них кто-нибудь за обедом, слышала в ответ эти два ослепительно сверкавшие слога, это имя золотого гостя, являвшегося для нее лишь старым другом семьи, Бергот. Когда я узнал, что интимным разговором за столом, соответствовавшим тому, чем были для меня рассуждения моей двоюродной бабушки, являлись для нее речи Бергота на все те темы, которых он не мог коснуться в своих книгах, и относительно которых я хотел бы послушать его вещания, и что наконец во время ее поездок в другие города он сопровождает ее неузнанной и славной как боги, нисходившие в среду смертных, то я почувствовал всю драгоценность существа, подобного мадемуазель Сван, и в то же время, каким я покажусь ей неотесанным и невежественным, я так живо испытал всю сладость и всю невозможность для меня быть ее другом, что наполнился одновременно желанием и отчаянием. Чаще всего теперь, когда я думал о ней, я ее видел перед порталом готического собора, объяснявшей мне значение статуй и с благожелательной улыбкой представлявшей меня как своего друга Берготу. И неизменно обаяние всех фантастических представлений, навевавшихся мне средневековыми соборами, обаяние холмов Иль-де-Франца и равнин Нормандии, сообщалось мысленно составленному мною образу мадмуазель Сван. Мне оставалось только узнать ее и полюбить. Если мы верим, что известное существо причастно неведомой нам жизни, в которую его любовь к нам способна нас ввести, то из всех условий, необходимых для возникновения любви, это условие является для нас самым важным и позволяет ей в большей или меньшей степени обходиться без остальных. Даже женщины, будто бы составляющие суждения о мужчине только по его внешности, видят в этой внешности эманацию особенной жизни. Вот почему они любят военных, пожарных. Форма позволяет им быть менее требовательными в отношении наружности. Целуя их, женщины думают, что под керасию бьется особенное сердце, более предприимчивое и более нежное. И молодой государь или наследный принц для одержания самых лесных побед в чужих странах, по которым он путешествует, не нуждается в правильном профиле, являющемся, пожалуй, необходимым для биржевого маклера. В то время, как я читал в саду, моя двоюродная бабушка была не в силах понять, как я могу предаваться чтению в другие дни, кроме воскресенья, дня, когда запрещено заниматься чем-либо серьезным, и когда она сама прекращала свое шитье. В будни она сказала бы мне, как, ты все еще забавляешься чтением, ведь сегодня не воскресенье, вкладывая в слово забавляешься смысл ребячества и пустого времяпрепровождения. Тетя Леония болтала с Франсуазой в ожидании прихода явлалии. Она сообщала Франсуазе, что сейчас только видела, как прошла мимо госпожа Гупиль без зонтика в шелковом платье, которое она сшила недавно в Шатадене. Если ей нужно сходить куда-нибудь далеко до вечерни, она может порядком промочить его. «Может быть, может быть, что означало «может быть, нет», отвечала Франсуаза, не желая окончательно исключать более благоприятную альтернативу. «Ба», говорила тетя, хлопая себя по лбу. «Это напомнило мне, что я так и не узнала, поспела ли она сегодня в церковь к возношению даров. Нужно не забыть спросить об этом явлалию. Франсуаза, взгляните, пожалуйста, на эту черную тучу за колокольней и на шиферные крыши. Как скудно они освещены солнцем. Наверное, сегодня не обойдется без дождя. Так не может продолжаться. Уж слишком большая жара стояла. И чем скорее, тем лучше. Потому что пока не разразится гроза, мой Виши не окажет действия, прибавляла тетя, в уме которой желание возможно скорого действия Виши было бесконечно более сильно, чем страх, что дождь испортит платье госпожи Гупиль. Может быть, может быть. А когда дождь захватит на площади, спрятаться почти некуда. Как уже три часа восклицала вдруг тетя бледнее. Но в таком случае вечерня уже началась, а я позабыла принять мой пипсин. Теперь я понимаю, почему Виши застрял у меня в желудке. И поспешно схватив молитвенник в переплете из лилового бархата с золотыми застежками, из которого благодаря ее торопливому движению дождем посыпались окаймленные узорным бордюрчиком из пожелтевшей бумаги картинки, служившие закладками на страницах, посвященных праздничным службам, тетя глотала капли и начинала быстро-быстро читать священные тексты, смысл которых слегка затемнялся для нее неуверенностью, способен ли будет пипсин принятый через такой большой промежуток времени после виши догнать воду и заставить ее оказать свое действие на желудок три часа ужасно как быстро идет время слабый удар в оконное стекло как если бы в него было что-то брошено затем обильное падание чего-то легкого словно песка который кто-то сыпал из верхнего этажа затем падение ширилось упорядочивалось приобретало ритм становилось тягучим звучным музыкальным несметным всеобъемлющим это был дождь ну вот видите франсуаза что я вам говорила говорила что пойдет дождь но я как будто слышу колокольчик у садовой калитки ступайте ка посмотрите кто это может прийти в такую погоду возвратившись франсуаза сообщала это госпожа амидей моя бабушка она сказала что ходила немного прогуляться а дождь однако здоровый это ничуть не удивляет меня говорила тетя поднимая глаза к небу я всегда была того мнения что у нее все не так как у людей как я рада что это она а не я в такую погоду на дворе госпожа амидей всегда поступает как раз наоборот по сравнению с другими мягко замечала франсуаза откладывая заявление что она считает мою бабушку немного тронувшейся до той минуты когда она останется наедине с другими слугами вот 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 и служба кончилась теперь нечего больше ожидать явлалию вздыхала тетя в такую погоду она побоится высунуть нос на улицу но ведь еще нет пяти часов госпожа октав сейчас только половина пятого только половина пятого а мне пришлось поднять уже занавески чтобы сюда попало хоть немножко света это в половине пятого когда всего какая-нибудь неделя осталась дорогацей ах бедная моя франсуаза должно быть господь бог очень разгневался на нас впрочем мы заслужили этого как говаривал мой бедный октав мы слишком позабыли бога и вот он мстит нам яркая краска заливала тетины щеки это была явлалия к несчастью едва только она входила к тете как франсуаза возвращалась и говорила с улыбкой предназначавшейся для выражения ее полного участия в удовольствии которое она не сомневалась доставит тете ее слова отчеканивая каждый слог с целью показать что несмотря на косвенную речь она передает как подобает хорошему слуге подлинные слова которыми удостоил ее только что прибывший гость его преподобие господин кюре будет обрадован восхищен если госпожа октав не отдыхает сейчас и может принять его его преподобие не хочет беспокоить госпожу октав его преподобие внизу я попросила его пройти в залу в действительности посещение кюре не доставляли тете такого огромного удовольствия как предполагала франсуаза и ликующий вид который она считала долгом напускать на свое лицо каждый раз как ей приходилось докладывать о его приходе не вполне соответствовал чувствам больной кюре превосходный человек и я сожалею что не разговаривал с ним чаще ибо несмотря на свое невежество в искусствах он был отличным знатоком этимологии привыкший давать почетным посетителям сведения о церкви у него было даже намерение написать историю прихода камбре утомлял тетю бесконечными объяснениями которые к тому же были всегда одинаковы когда же его визит совпадал с визитом явлалии он становился положительно неприятным тете она предпочитала до конца использовать явлалию и не принимать всех своих знакомых сразу но она не смела отказать кюре и ограничивалась только тем что делала знак явлалии не уходить вместе с кюре чтобы немного поговорить с ней наедине когда кюре откланяется что это мне говорили господин кюре будто какой-то художник поставил в вашей церкви мольберт и копирует один из витражей я уже долго живу на свете но могу сказать никогда еще не приходилось слышать о чем-либо подобном чем только не увлекаются теперь люди удивляюсь ведь эти витражи самое мерзкое что есть в церкви не решусь утверждать что они самые безобразные в церкви ибо если есть в сент-элере части стоящие того чтобы на них поглядеть то другие части моей бедной базилики уже порядком обветшали ведь во всей епархии она единственная никогда не была реставрирована боже мой портал грязен и ветх но он все же величествен гобелены с историей эсфири еще туда-сюда правда я лично не дал бы за них медного гроша но знатоки помещают их почти рядом с гобеленами санца впрочем я согласен признать что наряду с некоторыми чересчур реалистическими деталями в них есть другие черточки свидетельствующие о подлинной наблюдательности художника но не говорите мне ни слова в защиту витражей но разве есть какой-нибудь здравый смысл в оставлении окон которые не пропускают света и даже обманывают зрение бликами какого-то неопределенного цвета и это в церкви где нет двух плит которые лежали бы на одном уровне и которые мне отказывают перемастить под тем предлогом что это могильные плиты камбрейских аббатов и сеньоров германских некогда графов брабанских прямых предков теперешнего герцога германского а также герцогини его супруги так как она тоже из рода германтов и вышла замуж за своего родственника моя бабушка которая благодаря отсутствию всякого интереса к личностям дошла до того что стала путать все имена каждый раз когда в ее присутствии упоминали о герцогине германской утверждала что она должна быть родственницей госпожи Девель Парези все мы покатывались со смеху она же пыталась оправдаться ссылаясь на какое-то пригласительное письмо на свадьбу или крестины мне помнится там было упоминание о германте и единственный раз я бывал в таких случаях на стороне прочих членов семьи против нее отказываясь допустить чтобы существовала какая-нибудь связь между ее пансионской подругой и потомком Женевьевы Брабанской взгляните на Руссенвиль продолжал Кюре в настоящее время это не более чем приходская община фермеров а между тем в прежние времена местность эта вероятно процветала благодаря торговле фетровыми шляпами и стенными часами я не очень уверен в этимологии Руссенвиля я охотно готов допустить что первоначальное название было Рювиль по аналогии с Шатуру но мы поговорим с вами об этом в другой раз так вот в тамошней церкви отменные витражи все почти современные и в их числе въезд Луи Филиппов комбре говорят был бы более на месте в самом комбре и говорят может соперничать с знаменитыми витражами шартра не далее как вчера я встретил брата доктора перспье который понимает толк в этих вещах и он сказал мне что считает этот витраж одним из удачнейших достижений в этой области но когда я спросил у этого художника который впрочем производит впечатление человека очень воспитанного и является кажется настоящим виртуозом кисти когда я спросил у него что вы находите необыкновенного в этом витраже к тому же еще более тусклым чем остальные я уверена что если бы вы попросили его преосвященство мягко замечала тетя уже начинавшая чувствовать утомление он не отказал бы вам в новых витражах надеетесь на это госпожа октав отвечал кюре но ведь как раз его преосвященство и поднял шум вокруг этого злосчастного витража доказывая что он изображает жильбера дурного сеньора германского прямого потомка Женевьевы Брабанской которая была родом из германта получающего отпущение от святого Илера но где же там святой Илер представьте он там есть разве вы никогда не обращали внимание на даму в желтом платье в углу витража вот это и есть святой Илер которого вы ведь знаете в некоторых провинциях называют также святой Илье в святой Илье и даже в Юре святой Ильи впрочем эти разнообразные искажения латинского слова являются далеко не самыми любопытными из числа искажений которым подвергались имена святых возьмем например вашу покровительницу добрейшая Евлалия знаете кем она стала в Бургундии святым Элуа не больше не меньше она стала святым представьте себе Евлалия после вашей смерти вас превратят в мужчину его преподобие всегда подшучивает над бедной девушкой брат Жильбера Карл косноязычный был благочестивый принц но рано лишившись отца Пипина безумного умершего от последствий душевной болезни он осуществлял верховную власть совсем высокомерием молодости не получивший надлежащего воспитания так что стоило только физиономии какого-нибудь горожанина ему не понравится и он истреблял все население города до последнего человека Жильбер желая отомстить Карлу велел сжечь церковь в Камбре древнейшую церковь ту что Теодебер покидая со всем двором сельскую резиденцию которая была у него неподалеку в Тиберзи и отправляясь в поход на Бургундов дал обет построить над гробницей святого Илера если блаженный поможет ему одержать победу от этой церкви осталось теперь только крипто куда Теодор вероятно водил вас все остальное сожжено Жильбером в конце концов он разбил несчастного Карла с помощью Вильгельма завоевателя Кюре произносил Вильгельма что является причиной частого посещения англичанами этого места но ему по-видимому не удалось снискать к себе любовь жителей Камбре ибо они накинулись на него когда он выходил от Мессы и отсекли ему голову впрочем у Теодора есть книжечка он дает ее всем желающим в которой вы можете найти все подробности этой истории но самой любопытной достопримечательностью нашей церкви бесспорно является широкий вид открывающийся с колокольни он поистине грандиозен понятное дело при вашем состоянии я не посоветовал бы вам подниматься на наши 97 ступенек как раз половина числа ступенек лестницы знаменитого Миланского собора есть чему утомить самого здорового человека тем более что поднимаясь вы должны согнуться в три погибели если не хотите разбить себе лоб и своим платьем вы сметаете всю паутину с лестницы в довершении всего вам нужно будет тепло одеться продолжал Кюре не замечая негодование тети от одной мысли что она способна вскарабкаться таким образом на колокольню потому что когда вы взберетесь наверх вас обдаст сильным ветром некоторые лица утверждают даже что они чувствовали там ледяной холод но на это не обращают внимания по воскресеньям всегда набираются группы подчас приходящие даже издалека чтобы полюбоваться красивой панорамой и все уходят очарованные да в следующее воскресенье если удержится погода вы наверное найдете там множество народа потому что на это воскресенье приходится рогации нужно признать впрочем что вид оттуда действительно сказочный на равнине открываются уголки каждый из которых обладает своей особенной прелестью когда погода ясная бывает виден даже вернейль в довершении всего оттуда можно сразу обнять взором места которые обыкновенно вы видите раздельно например течение вивоны и рвы сент-асис для камбре от которых река отделена завесой высоких деревьев или же всю совокупность каналов жуи-левиконт каждый раз как я бывал в жуи я видел только один какой-нибудь кусок канала затем когда поворачивал за угол видел другой кусок но тогда у меня пропадал из виду первый напрасно бывали мои усилия мысленно связать их вместе получить общую картину мне не удавалось с колокольни сент и лер дело другое оттуда вы видите все сразу как на географической карте только воды нельзя различить вам кажется будто весь город покрыт большими щелями рассекающими его такими правильными линиями что он похож на краюху хлеба куски который еще держатся вместе но уже отрезаны друг от друга чтобы получить вполне ясную картину нужно было бы находиться сразу в двух местах на колокольне сент-элер и в жуи-левиконт кюре до такой степени утомлял тетю что когда он наконец откланивался ей приходилось отпускать также и явлалию возьмите бедная моя явлалия говорила тетя слабым голосом вынимая монету из маленького кошелька лежавшего у нее под рукой вот вам не забывайте меня в своих молитвах что вы госпожа октав не знаю право брать ли мне вы хорошо знаете не ради этого я прихожу сюда говорила явлалия каждый раз все с тем же колебанием и тем же замешательством как если бы ей впервые приходилось получать эту монету и каждый раз выражением недовольства на лице которое забавляло тетю но никогда не бывало ей неприятно и если случалось что явлалия беря монету имела не столь недовольный вид как обыкновенно тетя говорила не понимаю что это случилось с явлалией я ведь дала ей столько же как и всегда а она между тем совсем не казалась удовлетворенной я думаю однако что ей нельзя пожаловаться вздыхала франсуаза склонная рассматривать как мелочь все что давала ей тетя для нее самой или для ее детей и как бессмысленно расточаемые для неблагодарной сокровища те монетки что совались каждое воскресенье в руку явлалии впрочем так незаметно что франсуазе никогда не удавалось их видеть нельзя сказать чтобы франсуаза хотела сама получить деньги которые тетя давала явлалии она радовалась тетиному достатку зная что богатство хозяйки автоматически возвышают и красят ее служанку в глазах посторонних и что она франсуаза окружена почетом и прославлена в камбре жуи-ля-виконте и других местах благодаря многочисленным фермам моей тети частым продолжительным посещением кюре и огромному количеству выпитых тетей бутылок виши франсуаза была скупа лишь по отношению к тетинам богатствам если бы ей было поручено управление тетинам имуществом что было ее заветнейшей мечтой то она охраняла бы его от посягательств посторонних с материнской свирепостью она впрочем не видела бы большой беды в том чтобы тетя которая как она знала была неизлечимо щедрой поддавалась добрым порывом и дарила свои вещи если бы тетя делала эти подарки только богатым вероятно она чувствовала что богатые люди поскольку они не нуждались в тетиных подарках не могут быть заподозрены в симуляции любви к тете из корыстных расчетов кроме того подарки лицам занимавшим высокое общественное положение и обладавшим большим состоянием например госпоже Сазра господину Свану господину Леграндену госпоже Гупиль особом того же ранга что и тетя которые на равной ноге с нею казались Франсуазе как бы составной частью обычаев странной и блестящей жизни богатых людей которые охотятся дают балы и обмениваются визитами жизни на которую она взирала с умиленной улыбкой но дело обстояло совсем иначе если благодетельствуемые щедротами тети принадлежали к тому общественному разряду который Франсуаза называла люди как я или люди не лучше меня разряду наиболее ею презираемому если только лица входившие в его состав не обращались к ней мадам Франсуаза показывая этим обращением что считают себя ниже ее когда же она убедилась что несмотря на ее увещание тетя продолжает поступать по-своему и швыряет деньги так по крайней мере думала Франсуаза людям недостойным то стало находить очень ничтожными подарки получаемые ею самой от тети по сравнению с фантастическими суммами расточаем тетей на явлалию не было такой значительной фермы в окрестностях камбре которую по мнению франсуазы явлалия не была бы в состоянии без труда приобрести на капиталы составившиеся у нее в результате посещений тети правда явлалия оценивала также высоко несчетные и запрятанные богатства франсуазы по уходе явлалии франсуаза обыкновенно изрекала самые злобные пророчества на ее счет она ненавидела явлалию но боялась ее и считала себя обязанной когда явлалия была у тети строить ей приветливое лицо зато она отводила душу после ухода тетиной фаворитки правда никогда не называя ее по имени а только намекая на нее в форме севилиных оракулов или суждений общего характера вроде изречений экклезиаста но так выраженных что их специальное назначение не могло ускользнуть от внимания тети увидев через приподнятый уголок занавески что явлалия закрыла за собой выходную дверь льстецы умеют расположить к себе и обобрать человека но терпение терпение господь накажет их всех когда придет срок говорила она с косвенным многозначительным взглядом иоаса имеющего в виду одну только гафолию когда он произносит как дождевой поток промчится счастье злого но когда вместе с явлалией приходил также кюре и его нескончаемый визит истощал все тетины силы франсуаза удалялась из комнаты вслед за явлалией со словами госпожа октав я оставлю вас вам нужно отдохнуть у вас очень утомленный вид и тетя даже не отвечала ей а только испускала вздох с таким видом точно это был последний закрыв глаза совсем как покойница но едва только франсуаза спускалась вниз как по всему дому раздавались четыре оглушительных звонка и тетя выпрямившись на кровати кричала ушла уже явлалия можете себе представить я забыла спросить ее успела ли госпожа гупиль прийти в церковь до возношения даров скорее догоните ее но франсуаза возвращалась одна явлалия была уже далеко ужасно досадно говорила тетя покачивая головой единственная важная вещь которую мне нужно было узнать от нее так проходила жизнь тети Леони всегда одинаковая в мягком однообразии того что с напускным пренебрежением но с глубокой нежностью она называла своим скучным времяпрепровождением окруженная всеобщим уважением не только в нашем доме где каждый из нас узнав на опыте всю бесполезность советов более гигиенического образа жизни мало помалу покорился необходимости признавать его но даже в городе где на расстоянии трех улиц от нас упаковщик перед тем как заколачивать свои ящики посылал спросить франсуазу не отдыхает ли тетя это скучное времяпрепровождение было все же потревожено однажды в тот год подобно незаметному для людских взоров созреванию скрытого между листьев плода и его механическому отделению от ветки однажды ночью совершилось разрешение от бремени судомойки боли ее были невыносимы и за отсутствием в камбре повивальной бабки франсуазе пришлось до зари отправиться за акушеркой в Тиберзи крики судомойки не дали тете отдохнуть и она испытывала большую нужду в услугах франсуазы между тем как та несмотря на короткое расстояние вернулась очень поздно вот вот почему мама сказала мне утром пойди посмотри не нужно ли чего тете я вошел в первую комнату и через открытую дверь увидел что тетя спит лежа на боку я услышал ее легкое всхрапывание я собирался уже потихоньку уйти но произведенный мною шум вероятно вторгся в ее сон и переменил скорость как говорят теперь об автомобилях ибо музыка тетиного храпа на секунду прервалась и возобновилась в более низком тоне затем тетя проснулась и слегка повернула в мою сторону лицо так что я мог его увидеть на нем было выражение ужаса тетя очевидно снился только что страшный сон в том положении в котором тетя лежала она не могла видеть меня и я замер на месте не зная нужно ли мне подойти или удалиться но тетя по-видимому уже пришла к сознанию действительности и убедилась в иллюзорности напугавшего ее сновидения радостная улыбка благоговейная признательность богу устроившему так что наша жизнь менее жестока чем сновидение слабо озарило ее лицо и по своей привычке в полголоса разговаривать с собою когда она считала что в комнате никого нет тетя стала бормотать слава богу кроме рожающей судомойки у нас нет здесь никаких тревог а только что мне снилось будто мой бедный октав воскрес и хочет заставить меня выходить каждый день на прогулку рука ее потянулась к лежавшим на ночном столике четком но тут сон снова овладел ею и не дал ей силы достать четки она заснула успокоенная а я вышел на цыпочках из комнаты так что не она сама и никто другой никогда не узнали того что я подглядел и подслушал говоря что за исключением таких редких событий как эти роды скучное время препровождения тети никогда не подвергалось никаким изменением я не принимаю в расчет тех перемен которые повторяясь всегда в торжественной форме через одинаковые промежутки времени были не больше чем однообразным узором на однообразном фоне ее жизни так по субботам франсуаза отправлялась после 12 часов на рынок в руссенвилле пен и поэтому завтрак для всех нас бывал часом раньше и тетя настолько привыкла к этому еженедельному нарушению своих привычек что сжила с ними так же как и с остальными своими привычками она настолько свыклась с ним как говорила франсуаза что если бы ей пришлось в какую-нибудь субботу дожидаться завтрака лишний час это в такой же степени выбило бы ее из колеи как необходимость перенести свой завтрак в какой-нибудь другой день на субботний час этот более ранний завтрак сообщал впрочем субботе для всех нас своеобразную физиономию снисходительную и в достаточной степени привлекательную в момент когда в другие дни нужно было жить еще целый час до звонка объявлявшего о том что кушать подано мы знали что через несколько секунд мы увидим преждевременное появление салата из цикория омлета незаслуженного бифштекса периодическое возвращение этой ассиметричной субботы было одним из тех маленьких внутренних местных почти гражданских событий которые при спокойном течении жизни и устойчивом общественном строе создают своего рода национальную связь и становятся излюбленной темой разговоров шуток и разукрашенных по желанию рассказчика анекдотов оно могло бы послужить совсем готовым ядром для эпического цикла если бы кто-нибудь из нас обладал поэтическим талантом с самого утра еще не успев одеться без всякого разумного повода просто ради удовольствия испытать силу солидарности мы говорили друг другу в хорошем настроении сердечно с патриотическим чувством торопитесь нельзя терять времени не забывайте что сегодня суббота в то время как тетя болтала с франсуазой и в предвидении более длинного чем обыкновенно дня говорила вам пожалуй следовало бы приготовить им хороший кусок телятины ведь сегодня суббота если в половине одиннадцатого кто-нибудь по рассеянности вынимал часы и говорил однако еще целых полтора часа до завтрака то все другие с неподдельным восторгом кричали ему что с вами о чем вы думаете вы забыли что сегодня суббота мы хохотали еще целую четверть часа после этого и решали подняться наверх рассказать об этой забывчивости тете чтобы позабавить и ее физиономия самого неба казалось менялась после завтрака даже солнце сознавая что бывало суббота лишний час прохлаждалось в зените и если кто-нибудь думая что мы опаздываем на прогулку говорил как только два часа услышав два удара раздавшиеся с колокольни Сент-Илер которые обыкновенно никого еще не встречали на пустынных по случаю завтрака или полуденного отдыха дорогах и на берегах светлой и быстрой речки покинутой даже удильщиками и одиноко скользили по пустому небу где плавало разве какое-нибудь ленивое облачко то все хором отвечали ему вас вводит заблуждение то что мы позавтракали часом раньше вы забываете что сегодня суббота удивление варвара мы называли так каждого кто не знал особенностей субботы явившегося в 11 часов поговорить с моим отцом и застававшего нас за столом бывало одной из тех вещей которые веселили франсуазу как ничто другое в ее жизни но если она находила смешным что озадаченный посетитель не знал что мы завтракаем по субботам часом раньше то еще более смешило ее то что мой отец узкому шовинизму которого впрочем симпатизировало от всего сердца совершенно не допуская чтобы этот варвар мог не знать такой простой вещи отвечал гостю не пускаясь в дальнейшее объяснение когда тот с изумлением заставал нас уже за столом разве вы не знаете сегодня суббота дойдя до этого места в своем рассказе франсуаза останавливалась чтобы вытереть выступившие у нее от смеха слезы после чего желая еще больше увеличить испытываемое ей удовольствие продолжала диалог придумывала ответ посетителя которому слово суббота не говорило ничего и мы не только не имели ничего против этих добавлений но еще и не довольствовались ими говоря франсуазе но наверное он сказал еще что-нибудь в первый раз когда вы рассказывали нам об этом у вас было длиннее даже двоюродная бабушка оставляла свою работу поднимала голову и смотрела на нас поверх очков особенностью субботы было еще и то что в мае мы ходили в этот день после обеда в церковь на майские службы Деви Марии так как мы встречали там иногда господина Вентейля сурово осуждавшего прискорбную неопрятность молодых людей которые относятся так снисходительно в настоящее время то мама тщательно осматривала все ли у меня в порядке затем мы отправлялись в церковь помню что именно в месяцы служб Деви Марии я начал любить боярышник боярышник был не просто в церкви этом хотя и святом месте но в которое всем нам был открыт доступ положенный на самом престоле неотделимый от таинства совершение которого он принимал участие он протягивал между свеч и священных сосудов свои горизонтально прикрепленные одна над другой ветви создавая праздничное убранство и еще большую прелесть ему придавали гирлянды темной листвы в изобилии усеянной словно фата новобрачной букетиками бутонов ослепительной белизны хотя я решался смотреть на это роскошное убранство только украткой я чувствовал что оно было живым и что сама природа вырезавая этот лиственный узор и изысканно украшая его белоснежными бутонами позаботилась о создании подобающей декорации для того что было одновременно народным празднеством и торжественным таинством выше над престолом там и сям с беззаботной грацией раскрывались венчики цветов поддерживая так небрежно словно легчайший почти воздушный наряд пучки тонких как паутинка тычинок окутывающих цветы туманной дымкой что следуя за ними взором пытаясь подражать в глубине своего существа движению их расцветания я представлял его себе похожим на резкое и своенравное движение головки с кокетливым взглядом прищуренных глаз принадлежавший какой-нибудь ветреной живой молоденькой девушке в белом платье господин вентель приходил с дочерью и садился рядом с нами он был из хорошей семьи и преподавал когда-то музыку сестрам моей бабушки после смерти своей жены и получения наследства он поселился в окрестностях камбре и мы часто принимали его в нашем доме но будучи человеком крайне щепетильным он перестал приходить к нам чтобы не встречаться со сваном который вступил в крайне неприличный по словам винтейля брак в духе времени моя мать узнав что он занимается музыкальной композицией сказала ему из любезности что когда она придет к нему в гости он непременно должен будет сыграть ей что-нибудь из своих произведений господин вентейль с большим удовольствием сыграл бы но его вежливость и внимание к другим доходили до такой тонкости что он всегда остановился на место тех людей в обществе которых ему случалось бывать и боялся наскучить им или показаться в их глазах эгоистом поступая согласно своему желанию или хотя бы только давая угадать это желание я обыкновенно сопровождал моих родителей в дни когда они приходили к нему в гости но мне разрешалось оставаться на дворе и так как дом господина вентейля монжувен стоял у подошвы покрытого кустарником пригорка на котором я прятался то я находился на уровне гостиной второго этажа на расстоянии всего какого-нибудь полуметра от окна когда слуга докладывал ему о приходе моих родителей господин вентейль поспешно подбегал к роялю и ставил на видное место нотную тетрадь но как только родители мои входили он убирал ее и прятал в уголок вероятно он боялся создать впечатление будто он рад видеть их только потому что это дает ему случай сыграть им что-нибудь из своих произведений и каждый раз когда моя мать во время визита пыталась заговорить с ним а только что убран на им тетради он неизменно повторял понять не могу кто это поставил ее на рояль ей на нем совсем не место и переводил разговор на другие темы именно потому что они меньше интересовали его единственной его страстной привязанностью была привязанность к дочери но дочь эта с наружностью мальчика казалась с виду такой крепкой и сильной что нельзя было удержаться от улыбки при виде заботливости которую окружал ее отец всегда имевший в запасе лишнюю шаль чтобы накинуть ей на плечи бабушка обращала наше внимание на мягкое нежное почти робкое выражение которое часто скользило по веснушечному лицу этой грубоватой девушки когда ей случалось принимать участие в разговоре она слышала свои слова ушами тех кому обращалась тревожилась что ее могут неправильно понять и тогда под мужеподобной наружностью доброго малого ясно просвечивали как через прозрачную бумагу более тонкие черты заплаканной молодой девушки когда перед уходом из церкви я преклонял колени перед алтарем до меня долетал вдруг от боярышника горький и сладкий запах миндаля и я замечал тогда на цветах маленькие пятнышки слегка окрашенные в кремовый цвет под которыми мне казалось и должен был скрываться этот запах подобно тому как вкус миндального пирожного скрывается под пригорелыми его частями или как свежесть щек мадмуазель вентель под покрывавшими их веснушками несмотря на безмолвие неподвижность боярышника этот перемежающийся запах был подобен шороху буйной его жизни трепетом который напоен был алтарь словно придорожная изгородь кишащая живыми усиками приходившими мне на память при виде некоторых почти рыжих тычинок казалось сохранивших весеннюю вирулентность раздражимость насекомых в настоящее время превращенных в цветы по выходе из церкви мы обменивались у паперти несколькими словами с господином винтейлем он вмешивался в драку мальчишек на площади брал под свою защиту маленьких читал наставления тем что были постарше если дочь его говорила своим грубым голосом как рада она нас видеть то тотчас же создавалось впечатление что какая-то более чувствительная сестра скрывавшаяся в ней краснеет от этого заявления ветреного доброго малого которое могло внушить нам мысль будто она добивается приглашения к нам отец ее набрасывал ей на плечи пальто они садились в маленькую одноколку которая она сама правила и возвращались в Монжувен что же касается нас то так как на другой день было воскресенье и мы вставали только к поздней мессе отец мой если ночь была лунная и теплая вместо того чтобы везти нас домой прямым путем заставлял из любви к славе совершать длинную окружную прогулку через Кальварию которую мама благодаря слабой своей способности ориентироваться и узнавать дорогу рассматривала как доказательство его стратегического гения иногда мы доходили таким образом до Виадука каменные устои которого начинались у вокзала и казались мне олицетворением бедствий претерпеваемых изгнанными за пределы цивилизованного мира ибо каждый год когда мы приезжали из Парижа кондуктор рекомендовал нам подъезжая Камбре быть внимательными чтобы не пропустить остановки и заранее приготовить вещи так как поезд стоял всего две минуты и устремлялся затем по Виадуку по ту сторону христианского мира так что Камбре обозначал в моих глазах конечный его пункт мы возвращались по вокзальному бульвару на котором находились самые красивые дома в городе в каждом из садов окружавших эти дома лунный свет подобно Гюберу Роберу рассыпал обломки лестниц из белого мрамора фонтаны заманчиво полуотворенные ворота в ограде лучи его стерли с лица земли телеграфную контору от нее оставалась только одна колонна наполовину разбитая но сохранявшая красоту бессмертной руины я еле волочил ноги и совсем засыпал запах цветущих лип казался мне наградой которую можно бывает получить лишь ценой крайней усталости и которая не стоила потраченных усилий разбуженные нашими шагами одиноко раздававшимися в тишине попеременно лаяли собаки у ворот далеко отстоявших друг от друга мне и до сих пор еще случается иногда по вечерам слышать этот лай и под его защитой должно быть навсегда укрылся после того как на его месте в камбре был устроен публичный сад вокзальный бульвар потому что где бы я ни находился как только до меня доносится собачья перекличка я тотчас снова его вижу с его липами и освещенным луной тротуаром вдруг отец мой останавливался и спрашивал маму где мы утомленная ходьбой но гордая своим мужем она кротко признавалась ему что не имеет об этом ни малейшего представления отец пожимал плечами и смеялся затем словно вынув ее вместе с ключом из кармана своего пиджака он показывал нам стоявшую прямо перед нами маленькую калитку на задах нашего сада которая вместе с углом улицы Сент-Эспри выходила нам навстречу в конце наших странствований по неведомым дорогам мама с восхищением говорила отцу ты чудодей и с этого мгновения мне не нужно было больше делать ни одного шага земля шла вместо меня в нашем саду где давно уже действия мои перестали сопровождаться произвольным вниманием привычка подхватывала меня в свое объятие и несла до моей кровати словно маленького ребенка хотя суббота начиналась часом раньше и в этот день тетя была лишена услуг франсуазы так что время текло для нее медленнее чем в другие дни однако уже с самого начала недели она с нетерпением ожидала ее возвращения как единственного разнообразия и развлечения которое было еще способно выносить ее обессилевшее и развинченное тело отсюда не следует впрочем чтобы она не желала по временам какой-нибудь большой перемены чтобы в жизни ее не было тех редких часов когда мы жаждем чего-нибудь непохожего на то что есть и когда люди по недостатку энергии или воображения не способные добыть в себе самих начало обновления ждут от наступающего часа от звонка почтальона какой-нибудь новости хотя бы неприятной какого-нибудь волнения какого-нибудь горя когда сердечные струны которое благополучие привело к молчанию словно праздную арфу хотят вновь зазвучать по чьей-нибудь рукой пусть даже грубой пусть даже такой который их порвет когда воля с таким трудом завоевавшая право беспрепятственно отдаваться своим желанием и причиняемым этими желаниями страданием хотела бы бросить вожжи в руки каких-нибудь властных событий пусть даже жестоких конечно благодаря тому что тетины силы иссякавшие при малейшем напряжении возвращались лишь капля за каплей в лоно ее покоя резервуар наполнялся очень долго и проходили месяцы прежде чем она испытывала то легкое переполнение которое другие притворяют в энергичную деятельность но которому она не способна была дать никакого употребления я нисколько не сомневаюсь что в таких случаях подобно тому как ее желание заменить пюре картофелем под соусом бешамель постепенно рождалось из самого удовольствия доставляемого ей ежедневным появлением пюре никогда не утомлявшего ее нисколько не сомневаюсь что из накопления монотонных дней за которые она так цеплялась тетя извлекала напряженные ожидания какой-нибудь домашней катастрофы не слишком продолжительной но способной заставить ее раз навсегда осуществить одну из тех перемен благодетельность которых для себя она признавала но на которые не могла решиться по собственной инициативе тетя искренно любила нас и ей доставило бы удовольствие оплагивать нашу гибель перспектива получения в минуты когда она чувствовала себя хорошо и не была в поту известия о вспыхнувшем вдруг в нашем доме пожаре во время которого все мы погибли и который вскоре уничтожит дом дотла но так что сама она успеет спастись не торопясь если немедленно поднимется с постели эта перспектива должно быть не раз посещала ее воображение ибо заключала в себе наряду с второстепенными выгодами возможностью досото насладиться в течение долгих лет скорби нежными чувствами к нам и вызвать удивление всего города своим удрученным и изнеможенным но мужественным и стойким видом на наших похоронах выгоду гораздо более драгоценную она заставила бы тетю в надлежащий момент не тратя времени на обессиливающие колебания отправиться на лето в свою очаровательную ферму Меругрен где был такой живописный водопад так как событий вроде только что упомянутого пожара не наступало несмотря на то что тетя прилежно исчисляла их возможность раскладывая в одиночестве свои бесконечные пасьянцы причем она наверное была бы повергнута в отчаянии при первом намеке на их действительное наступление при первом слове извещавшем о каком-нибудь несчастном случае слове звуков которого мы уже никогда не можем забыть впоследствии при малейшем соприкосновении со всем что носит на себе печать реальной смерти так резко отличающейся от ее логической и отвлеченной возможности то для придания своей жизни большей занятности она ограничивалась тем что время от времени наполняла ее воображаемыми происшествиями с необыкновенным увлечением следя за всеми их перипетиями ей приходило вдруг блажь предположить что франсуаза обворовывает ее и она мысленно прибегала к хитрости чтобы удостовериться в этом ловила ее на месте преступления определяется к кроме рамас твоим вообще так не